ух ничего себе вот такому же период россия отлично обязательно бахнем но позже на самом деле будет прикольно я больше чем уверен я кстати родом из деревни небольшой у нас там у молодежи было особое развлечение мы собирались все вместе и значит кто быстрее сядет в тюрьму нам очень нравилось мы так развлекались и мой товарищ выиграл и он вышел очень крутой говорит я тебе больше не саня эти лыжа ну потому что тюрьма старушка дала ему погремушку это тоже он сказал я откуда это могу знать и лыжа мне горит кто ты по жизни а мне 12 лет я хуй его знает я но тебя часто называют юрием быковым от комедии как ты к этому относишься мне льстит это потому что мне нравится что делать юрий быков но это скорее всего из-за каких-то какого-то подбора тем и в его кино мне нравится но не во всех аспектах потому что чаще всего мне кажется это слишком слишком горестно мне очень тяжело такое дается я просто такой человек эмоционально сильно зависим то есть помощь я если какую-то эмоцию испытываю и в этот момент допустим какой-то запах будет яркий это эта эмоция негативная я будет запах избегать всю жизнь свою как например у тебя запах кальяна ассоциируется с провальными выступления да 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 сто процентов вот так и допустим некоторые фильмы юрия быкова такой ассоциативные вообще ряд у меня возникает в голове и так ярко я начинаю переживать из-за того что я вижу на экране что мне очень тяжело дается я могу на три дня выпасть представляешь на три дня мне будет грустно но сравнение потому что у тебя комедия русской хтони наверно да наверно да как так получилось потому что я не знаю я не хочу говорить высокопарно но возможно это произошло потому что я перестал от нее бежать это мой веном такой внутренний знаешь которая бежать от кто не да да я ее я ее стеснялся то есть я вот эту хтонь как ты говоришь вот это все я ее стеснялся что я думаю что что это не круто быть небогатым понимаешь мне даже иногда было ну то есть не очень приглашать домой к себе каких-то там знакомых так далее потому что ну я думал что все что меня окружает это все вот это все так называемая балабанщина вот это знаешь что-то с пачка соды вот вот это как это грязная плита или что-то такое все и вот я от нее бежал постоянно бежал от этого но потом какой-то момент я перестал от нее бежать и как бы растворился постарался раствориться в ней и я понял что она что если ее немножко видоизменять она крутая и стильная я абсолютно не испытываю никаких теплых чувств к месту где я родился абсолютно нет никакого желания туда поехать абсолютно очень мало воспоминаний теплых оттуда слушай а я правильно понимаю что по дороге в депутатский не доехать только воздуху летом да а зимой по замерзшей реке то есть просто по льду ты шарашишь либо на тачке либо на да а есть такая тема наледи называется это начинается весной мне батя так ездит это когда они ездят на свой страх и риск это когда река начинает потихоньку скрываться и из нее валит пар и ничего не видно типа на протяжении там может минут 30 это не едут и вообще ничего не видно и они просто прямо едут очень медленно через к жизнь очень ценится в депутатской как в африке примерно ты не был там 10 лет до 10 лет последний наверное лет пять мне прям кошмары снились прикинь ну что я просыпаюсь я не уехал на самом деле кошмары что ты просыпаешь в депутатской я просыпаюсь и я вот в окно смотрю а там депутатский блин серёг у нас же программа про любовь к родине там любовь другом другого абсолютно но по другу она просто деформирована на другая не такая не просто типа я вот люблю и вот это и полянку и лесок там по-другому немножко на самом деле очень очень непривычно я никогда не видел чтоб снижались вот так скажи что страшнее якутская дискотека или вот такое снижение дискотека конечно ничего все грунтовка что это все достатки советского прошлого — Ура! Водительный край карбинации. — Ну да, друзья, это отдельная мини-сессия. — Мы в твоём родном посёлке — Якутия-Депутатский. — Да. — Ты не был здесь с первого курса института? — Во-первых, сюда очень дорого ехать, проще съездить в Европу. — Не только в Европу. — Да, не только в Европу. Вообще, куда угодно проще съездить. Во-вторых, потому что мне всегда было страшно сюда возвращаться. Здесь много очень негативных воспоминаний у меня. То есть есть, конечно же, и позитивные. Я не буду сейчас только негативные, но негативных много тоже. — Я когда слушал твою историю про депутатский, я всегда думал, сколько в этом преувеличения. — Угу. — Но первый, кого мы встретили, подходя к твоему подъезду, это был какой-то твой старый кореш. — Да. Он сказал, «Здорово». Я говорю, «Здорово». И второй, он говорит, что это за хуйня у тебя на зубах? — То есть вы не виделись 10 лет, и он первый спросил. — Да. — В общем, центральная площадь поселка депутатский. Сцена, на которой проходят всякие массовые мероприятия. Я вот на ней постоянно был с комарохом, петрушкой, на 1 мая выходил и говорил, «Ну что там, честной народ!» — развлекал. Это вот русский флаг, якутский флаг, флаг улуса нашего, устьянского. И флаг, получается, и герб поселка депутатский. На нем сопки, олень и вот олова, золото и местный променад. Пожалуйста, можем тоже подойти, поздороваться, если хочешь. Здорово, мужики! Как жизнь? Как жизнь? — Сердце болит. — Сердце болит. — Сердце болит? От любви? Вот это стройка, где мы играли. Демоны. Знаешь такую игру «Демоны»? Это когда ты должен догнать чувака и держать его 10 секунд, чтобы он тоже стал демоном и гнался за другими. Насмерть играли буквально, просто насмерть. Можно было развиться. Короче, можно сюда забраться. И сюда забирались, и были люди, которые боялись высоты. Насколько я помню, да, я так можно было раскачивать и испытывать смерть на прочность. Где можно типа вот так сесть и вот так сидеть полдня. Там тебе надоело, ты раз, спустился. Это Баянай. Бог леса. И бог вообще там всех животных, леса, покровитель леса. Даже те, кто не сильно верит в язычество, все равно поклонение этому богу производят. Это когда ты зажигаешь огонь, костер разжигаешь и кормишь огонь, кидая в него разного рода еду. У меня отец там, я бы не сказал, что он язычник, но вот он тоже кормит огонь, потому что он тоже часто бывает в лесу, часто бывает в тайге. А там, хочешь не хочешь, будешь верить, потому что если у тебя ломается машина в 40 градусов мороза посреди тундры, тут как бы надо верить уже в какие-то высшие силы. Мы зашли на паблик ВКонтакте Депутатского и наткнулись на объявление, что в Депутатском продается квартира за 50 тысяч рублей. Это правда? Такое может быть, но, видишь, такое может быть, но когда мы это сказали, по-моему, отцу, типа, вот ты сказал, типа, 50 тысяч рублей, он такой, да нет, ну это неправда, ну нет, ну не 50, ну 150. Ну понимаешь, ну типа, типа вот так, типа, ну какие 50 тысяч, копейки, вот 150 тысяч уже можно рассмотреть. Квартира, в которой живут твои родители, как я понял, стоит около 300. Ну они договорят так, да. Я думаю, ну может быть и 300. Ну можно сторговаться, я думаю, 250, нормально. Бери, Юра, бери! В этом удивительно красивом месте Вологодской области снимался последний фильм великого русского режиссера Алексея Балабанова. Я тоже хочу. По сюжету пять очень разных героев, музыкант, бандит, друг бандита, старик-отец друга и девушка-проститутка едут из Санкт-Петербурга к загадочной колокольне счастья, чтобы счастье обрести. В роли колокольни счастья выступила на тот момент уже полуразрушенная колокольня Запогосской церкви. Она за моей спиной. Церковь была построена еще в начале 19 века, но в 1930-е ее закрыли и разорили, а в 60-е она попала в зону затопления. История создания «Я тоже хочу» получилась такой же мистической, как и сам сюжет фильма. По сути, Балабанов предсказал в этой картине свою смерть. Его герой, который появляется в фильме ближе к концу и представляется как кинорежиссер, член Европейской киноакадемии, умирает от сердечного приступа. Через год после съемок фильма Балабанов уйдет из жизни от острой сердечной недостаточности. А ровно через 40 дней после его смерти колокольня Запогосской церкви обрушится окончательно и упадет в воду. Посмотреть фильм «Я тоже хочу» можно в новом онлайн-кинотеатре от МТС «Кеон». В библиотеке «Кеона» уже собралась большая коллекция фильмов и сериалов самых разных жанров. Каждый месяц «Кеон» выпускает два оригинальных сериала или фильма собственного производства. И вот некоторые из премьер, которые уже случились. Сериал «Секреты семейной жизни» — черная романтическая комедия про молодую семейную пару, переживающую кризис отношений. Сериал «Немцы» — антикоррупционная история про журналиста-оппозиционера, который из-за финансовых трудностей идет работать на своего врага и становится пресс-секретарем мэра. Дуров — документальный фильм про основателя ВКонтакте и Телеграма. Авторы — студия «Амурские волны», одни из главных документалистов России. Из самых последних премьер — триллер «Детектив Хрустальный» и драмеди «Клиника счастья». А посмотреть всю подборку фильмов и оригинального контента и оценить «Кион» можно по ссылке в описании. По промокоду «ВДУДЬ» вы получите два месяца бесплатного доступа к контенту «Кион» по подписке «Супер». И это доступно для абонентов любых операторов. Переходим, регистрируемся и пробуем новый онлайн-кинотеатр «Кион». Ну вот это, получается, квартал А — один из заброшенных кварталов, именно вот жилых, бывших жилых. То есть, если мы туда посмотрим, там остался жилой, квартал Б, сейчас просто Арктика называется. А это вот здесь вот до первого взрыва на электростанции везде жили люди и планировали, кстати, жить хорошо, потому что, видишь, строили большой ДК с кинозалом. Вот это ресторанный комплекс, получается. Большие банкетные залы, большой был цех производства, склады и так далее. Чтобы есть вкусно и бухать. Чтобы бухать, и да, здесь вообще знать, все отдыхали. Вот у кого люди деньги были, здесь были деньги, они здесь отдыхали. А это, видишь, как большой супермаркет был такой. Реальный магаз? Да, вот такой большой, как Ашан, типа. Это детский садик «Сказка». А, вот и сказке конец. Да, сказке конец. Давно наступил. Можно даже загуглить до сих пор фотки, как люди здесь с колясками там ходили, гуляли, жизнь кипела. Слушай, даже жутко немножко подходить. Да. Мы были в похожих местах, когда Колыму проезжали. Ага. Вот. Но именно в жилые дома, к жилым домам мы не подбирались. Давай объясним, почему вот так. В Депутатском 30 лет назад… Там почти город был. Сейчас здесь живет 3000. Да меньше, меньше. Это две с половиной официально говорят, но меньше. Но ты же видел, нет здесь 2500 населения. А что произошло? Две аварии, крупные, одинаковые причем. Две одинаковые аварии на электростанции, повзрывали дизеля. И поселок дважды за свою историю остался без… Посреди зимы, в 40 градусов мороза, остался без света, отопления и воды. И вот это все превратилось в коробки. Просто бетонная коробка, в которой ты замерзаешь. И отсюда люди начали массово уезжать. Твои родители же застали. И то, и то. Мои родители и то, и то. Я только вторую. Я, значит, иду, и резко стало темно. Вообще темно. Ни одного фонаря вообще. Резко темно стало. А потом пришел домой. И когда сообщили, что еще раз взорвалась электростанция, я тогда первый раз увидел, как взрослым страшно по-настоящему. И вот с этого дня началось вот это вот трехмесячное заточение в зиме. Второй, именно второй аварии, которую я помню. Смотри, вот просто представь, у вас нет отопления, у вас нет электричества, у вас нет воды. Постепенно в квартире начинает все холоднее, и холоднее, и холоднее. Люди начали доставать эти буржуйки. Просто тащить их в квартиру, печку дровяную. И трубу просто в окно. Вот так. Ты можешь заметить на некоторых домах остатки, над окном остатки гари. Это все из-за этой трубы. То есть людям было абсолютно плевать, что наверху тоже живут люди. Было всем на все плевать. Главное, чтобы было тепло. Некоторые люди прям задыхались. Потому что ты мог лечь спать, гари не чувствовать. А внизу люди долго не спали и топили печку. И ты просыпался от того, что задыхался. На улице при этом минус сорок? Да, минус сорок. Да, да. И нет воды даже? Вообще ничего. Помыться, сходить в тубзик. Все это откуда берется вода? Воду привозили с реки. Привозили глыбы. Просто приезжала машина в каждый двор. Приезжала машина и выгружала куча льда. Люди ходили, брали этот лед и… В ванну к себе складывали. Не в ванну, в ванне тоже холодно, он там не растает. На буржуйку ставили ведро и топили так воду. А туалет, если у кого-то две комнаты, одну делали под туалет. Потому что туалет, туалет нельзя пользоваться. Ведро ставили во вторую комнату. То есть вот ты был же у меня дома. Вторая комната у нас была туалет. Просто туалет. То есть мы оттуда все вынесли, там стояло только ведро. И мы ходили туда. Потому что ее можно было чуть-чуть подразогреть. То есть ходить на ведро, когда минус сорок, тоже не очень приятно. И сколько это было? Три месяца? Три месяца где-то это продолжалось. И три месяца это продолжалось жестко. И потом еще пару месяцев, наверное, это продолжалось. С включением света по два часа в день. То есть люди знали, когда включают свет. Поэтому успевали за это время готовить, допустим. Телевизор, опять же, можно было посмотреть. И еще включали так удачно. С двенадцати, по-моему, до двух, я мог посмотреть мультики на ТНТ. Или там где-то на Первом канале. Но это было спасение такое. О других развлечениях вообще речи не идет. Абсолютно. После первой аварии стало хуже. И все понимали, что и после второй не станет лучше. И все понимали… Еще же все шло к тому, что когда союз развалился, все блага здесь быстро поурезали. То есть все вот эти зарплаты, северные надбавки, они все потихонечку-потихонечку сходили на нет. И авария стала катализатором. Люди уже понимали, все понимали, что все идет здесь ко дну. И просто бросали и уезжали. Те, кто поумнее, уехали до аварии. А для некоторых авария стала отправной точкой. И они такие, ну все. Если сейчас плохо стало, вот это восстанавливать уже никто не приедет. Все. Там уже не до этого. Там в Москве по Белому дому из танка стреляют. Куда там? До депутатского. Ты чего? Я бы вас сразу типа списал, что вы приезжие с камерами. Потому что вы даже еще одеты сильно по-другому. Не как местные жители. То есть слишком синяя куртка, слишком приятный бордовый цвет. И я бы подумал, что, возможно, вы приехали на несколько дней, а то и на неделю. И я бы подумал, что, возможно, я вас встречу на дискотеке. Потому что всех приезжих я встречал на дискотеке. Потому что настолько здесь люди на стену лезли от того, что нечего делать, что они такие, ну тут дискотека какая-то есть. Придем хоть туда, блядь, входит. Мне вообще на самом деле такие знакомства, знаешь, как помогали. Вот для меня вот, когда я в школе учился и на дискотеке встречался с приезжими людьми, для меня это как глоток воздуха всегда был. Потому что я чуть ли не спрашивал, типа, ну там у людей-то глаза такие, как у нас два вот так расположены. Ну, то есть, ну, непонятно, нет, я утрирую сейчас, но я прям спрашивал, как там, я прям, мне настолько было интересно, как люди живут вообще в другой части России, что вот там чувак говорит, я, допустим, из Иркутска, у нас там в Иркутске, типа, вот так и так, я прям жадно, я прям, типа, вопросами, типа, а это прям у вас вот, прям вот так вот, прям и кафе, прям и все, и они такой, да, еще у нас там вот набережная, там, и суши там условно, я такой, да, расскажи, а как, то есть, мне было интересно, то есть, что, прям вот так вот, и все это рассказывал. Я поэтому до сих пор, я по Москве хожу, я до сих пор по Москве хожу, я клянусь тебе, я вообще не преувеличиваю, я до сих пор вот на эти все вывески, на все вот эти, вывеска Макдональдса яркая или что-нибудь еще, я прям могу остановиться и смотреть. До сих пор вот этот, а экран на Арбате висел, когда я прям там, когда какую-то рекламу показывали каких-нибудь духов, я прям, чуть-чуть не чувствую, это прям. А еще, смотри, кстати, достопримечательство, я тебе забыл рассказать. Третий подъезд отсюда, один тип знакомый, короче, набухался и зачем-то украл, угнал трактор с автобазы К-700, большой трактор. Зачем-то он его угнал, не знаю, ни девчонок на нем не покатать, ничего, он его угнал, и значит, поехал вот так по поселку, поехал, 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 что-то ему, видимо, надоело, и он впоролся и снес этот подъезд, просто. И завалил трактор, выбежал из него и побежал. Куда-то побежал, я не знаю, куда он побежал, бежать здесь некуда. Здесь, кстати, вообще, если ты посмотришь, бежать некуда. Если ты вот, если я сейчас скажу, Юра, беги от меня, тебе от меня убежать вообще некуда. Так вот, он сбил этот подъезд и, значит, побежал, его сразу же схватили, что-то ментов вызвали, а мы в этот момент в школе были. И мы все из окна школы увидели, как он этот подъезд снес, закончились уроки, и мы всей школой пошли туда фотографироваться на фоне трактора и избитого подъезда. У меня даже есть фотка, где мы втроем с моими корешами стоим и фоткаемся, как на фоне достопримечательности. Снесший подъезд. Для чего ты делаешь СУП? СУП — это видеожурнал, по сути, путевые заметки Сергея Орлова. Местами прям очень классно. Спасибо. Мы очень любим этот проект с Серегой. Серега Шепа — это мой оператор. Мы так с ним сработались в плане, типа, знаешь, почему он такой классный получается, как мне он нравится, потому что это вот... Бывает такое, что я такой... Блин, Серега, и он такой, я снял. И я еще могу ему, знаешь, какие-то вещи скидывать. Я говорю, ну вот этот кадр не дышит, понимаешь, он как будто не дышит, он как будто мертвый лежит. Может сделать так, чтобы он дышал? И он такой, я понял. И он меня скидывает, и я такой, блядь, все, вот этот дышит. Когда мы были в Иркутске, он сделал выпуск из Иркутска, потому что он оттуда родом. И я знал, я это сразу понимал, что вот этот выпуск для него будет высказыванием. Я до сих пор вот говорю, мне до сих пор как-то не представляют, что я посмотрел, и что он, что я, мы как-то оба так любим вот именно вот эту Россию, что мы любим в России, и что вот эту обыденность, вот как-то в этом мы сошлись. Потому что как будто бы обыденность это такая главная черта, мне кажется, самопознания. Тебе нужно научиться ценить свою обыденность, чтобы дальше было гораздо ярче все. Потому что, ну, ты становишься в таком внутреннем умиротворении, когда начинаешь ценить обычные вещи, обыденность свою, жизнь просто бытовую. когда она начинает тебя восхищать, когда ты ищешь какие-то стильные вещи в чайном пакетике, типа, и если ты смотришь под этим углом, а Серега так смотрит, и мы в этом с ним сильно сходимся, и такие, блин, круто, вот это круто. И название магазина, насколько в тему, да? Мираж, да, да, сто процентов. Мираж остался только от былой жизни. Нет, давай зайдем, вопрос, куда. Да, давай вот в Мираж и зайдем. В целом, разницы нету, куда. Тут мутанты везде одинаковые. Только аккуратно, это самое, в кроссовках, товарищи, везде. Гвозди. Гвозди, везде. Я несколько раз протыкал ноги. Вот смотри, прежде чем звонить, подумай, нужен ли ты здесь. Вы можете, говорю, конечно. Мужчина умирает первыми? Да. Это газетка какая-то, я не знаю. А тут вот смотри, что-то про Украину, да? Ой. На свободной Украине неладно. Неладно со свободой слова. Блин, какой-то год. Самое главное, как актуально, белорусов надо перевоспитать. 90-й год. Слушай, а у нас все по спирали или в целом даже не меняется? Или, скорее всего, не меняется. Если что, мы в магазине и даже здесь не по себе, а в квартиру идти прям совсем страшно. Я когда захожу в место, которое бросили, и если там что-то происходило или жизнь какая-то происходила, мне не жутко, мне скорее трепетно. Я поэтому очень люблю какие-то древние всякие церкви, особенно, особенно вот где большая энергетика человеческая была, где люди приходили со своей вот этой вот проблемами или наоборот, они были очень вдохновлены в то, во что говорят или в то, что делают. И если это все еще заброшено, то мне очень нравится. Решеточки, чтобы не воровали в магазине, видимо. Система отопления. Жуть. Все, как я и предполагал. Смотри, сапоги. Ты думаешь, их принесли сюда? Нет. Слушай, ну прям атрибуты человеческой беды и человеческого бегства. Да. Фотообои, допустим, конечно же, остались. Вот кто-то на фоне этих фотообоев чаевничал. Пожалуйста, красотень. Лес. Каких здесь не бывает в Якутии, кстати, такого леса. О! Музыкальный инструмент, который несли и не донесли. А вот это уже жутко, да? Ты сейчас саундтрек нашей прогулки пишешь? Да-да-да. Смотри, Серега, сзади. Это кто-то, значит, отсюда уезжал. Это точно сюда не принесли, ну, очевидно. Они спускали. Потом ебнулось оно. Они подумали, нафига нам дальше это вытаскивать и просто оставили это навсегда. Ну, это же навсегда. Скорее всего, возможно, они прислонили это к стене, чтобы можно было проходить, не вот так бросили, оно потом со временем вот так упало. А может быть, и просто вот так бросили. Дом треснул. Треснул. Треснул, да. Тут, кстати, поставили знак, это вот уже современный знак, типа, мол, дом разрушается. Так. Как будто бы не... Как будто это неясно было. Да-да-да. То есть они просто знак повесили. Ты посмотри, насколько странный знак, потому что на знаке с дома падает красивый балкон. Ты когда приходил на подкаст на канал Илона Маска, и там очень природу обсуждали, и там замечательный есть диалог. Вот мой дом, я делал ровно, ну, где-то 600 метров, я в тундре. Ну... Офигенно. Так, блядь. Офигенно. Ну, хорошо, съезди, блядь. Это не офигенно. Слушай, нужно быть, я не знаю, наверное, другим человеком, чтобы восхищаться именно северной природой. Я понимаю, что многие не разделят это мое мнение, но северная природа очень сильно специфическая. Очень маленькие деревья, очень много комаров, очень холодно, ну, холодно 9 месяцев, 10 месяцев холодно. Ну, это вообще, это чего? Холодно, ты постоянно замерз. Ты постоянно в куртке в этой сраной. А куртку... А еще вот меня всегда, знаешь, что напрягало? Даже не то, чтобы напрягало, ну, куртку в детстве тебя же не покупают, типа, 3-4 куртки. Тебя покупают куртку там на 2 года. И фактически ты за 2 года 20 там месяцев входишь в одной и той же куртке. В одной и той же вещи. Да, и меня она просто так надоедала, эта куртка. Я просто, я всегда радовался, когда можно было ее снять, потому что куртка, она достала тебя эта куртка, понимаешь? Ну, ты же можешь там поменять штаны или майку, а куртку ты ее менять не можешь, потому что она у тебя на дна. Мы в подъезде, где ты провел все детство. Да, тут моя бабушка жила в 35-й квартире. И ты все здесь списывал на стенах? Ну, много чего писал, да. Вот, допустим, кино, то я это написал. Ну, вот, допустим, серый лох, это про меня. Ну, кто-то написал. Ну, типа, в моих крышах. Я видел еще в подъезде твоих родителей орлик лох. Это тоже про тебя? Да, в целом не пользовался популярностью, писали, что я лох. Я не был модный, но я не был там таким, то есть я очень легко находил вообще язык со всеми, то есть я общался, но модные и крутые чуваки были только те, кто мог дать по еблу. Это крутые чуваки считались. И вот, допустим, в моем классе учился второгодник, вот он был там самый крутой в школе, он свой авторитет заработал, когда в восьмом классе вырубил дембеля. Восемиклассник вырубил дембеля? Да, пьяного. Пьяного? Да. Ну и потом он открыл себе талант бить людей, он прям активно им здесь пользовался, зарабатывал авторитет, с ним прям с ним за руку здоровались вот так вот чуваки взрослые с гаража. Ты че? С гаража. Еще я очень любил Слепкнот. Да, я вот писал, тут видишь, тут видишь, я рисовал их номера, то есть они же выходили на сцену, у них у каждого были номера, типа Джои Джордисон, Кори Тейлор. А, ну вот еще я писал названия групп своих любимых. О, тебе нравились Сам Фоти Ван? Да, 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 мне еще. О, у тебя прям панковский состав был, все как полагается. какие кассеты были, то любил. Но вот в плане такую музыку я всегда любил. Похоже на соцсети тех времен, я тебе скажу, что там внизу еще, если мы спустимся вниз, там есть прям как в соцсети заметка. Вот она. Тут прям про такое, знаешь, месседж, месседж про отношения на расстоянии. Здесь происходит, что человек провел минут, типа, пять, может, пока я это писал. То есть наверняка у него затекала ручка, он стоял вот так, вот так его дергал. Слушай, а ведь это реально из-за того, что плохой интернет. Да. Ну просто я не вижу другого смысла, ведь очевидно, человек это делает, чтобы поделиться с кем-то своими мыслями. Поделиться и обратить, наверное, какое-то внимание. Ну на стенах мы писали, на стенах, смотри, тут же еще вот признание любви, я вот на самом деле помню их больше. То есть я точно писал что-то тут кому-то, еще это потому, что вот в подъездах тусовались, и ты как бы напрямую сказать не можешь, а ты вот на стене написал, и ты знаешь, что вот в этот подъезд придут попить пиво, и такие, ага, вот. Послание закинута. То есть она теперь хотя бы в курсе твоей симпатии. Вот, ну прям в подъезде написать. Романтика? Да. Меня шокировала деталь, что один из чуваков здесь бросил девушку, потому что узнал, что она в предыдущих отношениях делала парню минет. Да, да. И что чуть ли, что есть компании, в которых девушкам, про которых знают, что они делали минет, кружки чуть ли не помечали. Ну это такое, такое, да, вот было, когда я здесь учился, такое было. То есть я не был в компании, где девушкам помечали кружки, но вот типа сам факт, что если ты целуешься в засос с девушкой, которая делала минет, и известно кому, да, то есть, допустим, я знаю, кому она делала, или мне делала, допустим, минет, эта девушка, а потом вот мой там товарищ с ней сосется, то, и конечно же, это поднимется наружу и скажет, ты че фаршмак? Ты фаршмак, ну типа, это такое было. При этом ему она могла бы делать минет? Да, я думаю, да. Это какие-то двойные стандарты, это какие-то вот, ну я надеюсь, что сейчас такого здесь нету, но вот буквально типа 15 лет назад такое было, и так говорили, я думаю, не только в депутатском так, в таких похожих местах тоже такое было, бывало. Слушай, а люди, люди из чата кунилингуси, это же, ну просто как бы нерукопожатные ни в каких смыслах. Абсолютно. Абсолютно вета на вас, абсолютное. Как ты воспринимал оральный секс после этого, когда ты взрослел? Мне было тяжело, правда, было тяжело. У меня стоял стоп очень долго. Нет, давай для начала, нет, я сейчас никого не собираюсь в нашу там веру оборачивать, и все остальное. Давай начнем с простого. У тебя стоп даже на минет стоял? Да. То есть, я вообще, то есть, ты понимаешь, у нас был прям разговор с женой. Уже с моей женой, когда мы... Был прям разговор. То есть, когда это была не моя девушка, допустим, когда я был там холост, и была просто девушка там на пару дней, какие-то отношения короткие, короткосрочные, тогда можно. Но когда твоя, типа, женщина, там у меня были такие вообще, типа, да, ты же детей, как будешь нах, целовать потом? Вот такие, понимаешь, были стопы. И был прям, у нас был прям разговор, потому что у меня, у меня вот эти, ну, то есть, несмотря на то, что как бы я всегда хотел и пропагандировал здесь какие-то, ну, более открытые взгляды на мир, у меня у самого Шора тоже очень долго открывались, и в плане этого тоже. Прям, ну, то есть, был прям разговор, где мы это обсуждали, и я такой, ну, я не знаю даже, как-то, что-то как будто бы это самое, то есть, а сам я, это вообще, мне пришлось прям крепко выпить, понимаешь, чтобы переступить вот в это, вступить, то есть, я такой, ну, Вступить в чат? Да, 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 прям пришлось крепко выпить, чтобы я такой, ну, все, все, пацаны, это, прощайте, пацаны, прощайте. Не страшно оказалось? Да вообще не страшно, оказалось прекрасно даже, я еще оказался в этом невероятно хорош инстинктивно. Ты проехал несколько раз Россию с туром, что главная проблема России сейчас? Не анализируя с точки зрения каких-то проблем, типа, характера политического, социального и так далее, мне больше важно, что люди испытывают эмоционально, вот что мне важно, что они чувствуют на местах, что они говорят, когда они не говорят про то, что, блин, вот у нас дорога разбитая, вот дорогу построили, мне не это важно, мне важно, что он говорит, когда разговаривает на языке эмоций, когда он отзывается о своем родном районе, когда он отзывается о местах, которые ему близки и так далее, когда он начинает рассказать какие-то мелочи, разные истории, которые связаны с его детством или связаны как-то с жизнью в его городе, мне вот это важно. И мне кажется, я понял, что, почему я, кстати, перестал еще бежать от бедности, условно, потому что богатство, оно в России одинаковое, а бедность многогранная вообще сильно, она огромная. То есть, ну, ты смотришь на то, на вещи, которые порождают бедность, на какие-то изобретения, которые порождают, ну, то есть, по факту из-за бедности люди начинают выдумывать, что такое вау, вау, просто обалдеть. А богатство одинаковое? Это богатство какое-то одинаковое, пока что, я думаю так. Я не знаю, конечно, можно придраться к этому и сказать, что типа, да, нет, что там, все разное же себе можешь позволить, но теоретически оно одинаковое. Понимаешь, даже богатые люди, вот смотри, богатые люди в Москве, да, ты посмотри на них, вот так собери 10 человек, богатых молодых людей в одной комнате, они даже одеты в одно и то же. Они одеты плюс-минус в одно и то же. Это одинаковые люди, потому что это статус их. А бедных людей возьми 10. Это вообще кто во что гораст, это потрясающе, это такой контраст. Ты посмотри, эти там, кто там, кто умеет в секондах вообще шарить, так он вообще самые стильные люди в мире. Ты посмотри, это же просто, посмотри, открой ТикТок, это просто люди, которые пытаются подражать вот этому всей роскоши. Они одинаковые все, одинаковые эти кроссовки, вот эти изи, вот из всех просто, вот это одинаковые машины, одинаковые футболки, какие-то, вот фотографии одинаковые. все хотят вот быть одним каким-то большим богатым русским знаешь все это роскоши бедные люди это не то что бедные люди которые не имеют доступа к роскошь не имеют доступа к сумму это вообще просто я в восторге с этих людей потому что когда ты там еще тусуешься там к ним барах до московском баре в каком-то который такой дешевый просто уходишь покурить на улицу смотришь вау ну то стиль . круто потому что вот он выдумывает что-то конечно рядом с ним будет стоять чувак которым вообще насрать но людям которым не насрать и они не имеют доступа к роскоши но имеют потребность выглядеть круто это крутой симбиоз этот недавно подумал что все мы с вами русские люди все мы с вами русские люди мы все генетически бедные люди вы не задумывались вот в какой стране мы живем что когда вы приходите в гости и в гостях есть посуда мойка мы такие а где у вас отец работает то не дай бог еще увидеть робот пылесос ну вы чё это у вас может и яхта есть предметы роскоши ты якутские холодильники я не знаю как они правильно называются здесь депутатского мы все называют якут но это вот такие вот железные коробки которые выглядывают на улицу и в минус 40 минус 50 всю зиму это почти 10 месяцев в году они функционируют как надо вообще в них хранят вообще все абсолютно мясо рыбу кто-то там можно да можно борщ просто взять поставить туда и он там и он остается холодный открываешь ящик полочка туда у нас складывается а зимой он морозилкой становится это зимой я зациклен на еде если я невкусно пообеду я по-настоящему расстроюсь жиндос внимание я из-за этого ненавижу саратов я там два раза не вкусно поел прошу прощения сразу любителей саратова и в том числе и евгения с которым я не знаком вашего редактора но к сожалению это уже трижды повторилось и третий раз я не вкусно был саратов я могу рассказать еще почему это еще из исходит из того что вот смотри мне 27 17 лет я прожил здесь из них из 27 это большая часть своей жизни здесь нету никакого общепита ты сам видел здесь нету кафе и когда я дорвался до кафе я начал прям вообще ну поглощать это все у меня есть вообще списки куда в москве я хожу когда мне чего-либо хочется я прям могу потратить минут сорок размышляя о том куда я сегодня зайду вот это ты возвращаешь долги из детства да 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 слушай а давай тогда назовем пусть подкинем кому-то бесплатно рекламы назови три лучших места общепитных в россии москву давай не считать что но это неинтересно короче ресторан демиане есть такое место но мы приехали в этот зимний город где вообще просто просвета нет не было вот в той и погода еще такая и случайно я просто пальцем кнул типа вот tripadvisor я сюда смотрю типа сюда и это лучшее вообще было что я там вообще видел потому что там приносили лосось на тарелки изо льда и такое то вообще это и вы как даже фотки до сиху сохранились супра ресторан супра грузинский владивостоке просто потрясающе там я ел хинкали с том ямом внутри место фарша там был внутри том ям были на мы-то не обедали серёг но возможно нижнему новгороду за как раз таки ту самую шаурму на средну ты знаешь про нее нет это шурма куда даже ревизор приезжала это самая знаменитая шаурма в нижнем новгороде и возможно самая знаменитая шаурма в россии ты когда туда приезжаешь тебе сразу предупреждают чтобы ты заказывал себе мини потому что даже среднюю ты не съешь а большую это уже для экстремалов полностью они сидели у себя в ростове на юге ростовской области сидели сидели приехала женщина северов и говорит я вот тут на севере здесь вообще индустрия сейчас деньги год за два все льготы и мамин отец мой дед сказал ну закинь за меня удочку там если обратно поедешь и она уехала он вообще уже забыл про нее пришла телеграмма средства что вот вызывают тебя на работу приглашаю бросили там на юге и приехали сюда вам приходилось из этого грустить что вместо ростова раньше так здесь какое снабжение юра было и мы прийти тут было гречка тут масло тут сгущенка когда голодовал ростов и нижний новгород здесь было все вплоть до того что сюда привозили бананы черешня здесь была сырокопченая колбаса здесь рыба мясо здесь был раньше на север когда вот запас как назывался третий пояс помните так на банках ну вы наверное не помните был первый пояс второй и третий пояс как бы снабжение сюда третий пояс как бы ну вот на банках на консервах раньше такое было здесь было завалено все то что не было на материке там люди как бы там сгущенное молоко здесь на севере было завалено все как бы основатели севера все туда 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 здесь мы как бы вообще чувствовали себя вообще нормально у меня еще сестра нас было да мы могли себе позволить раз два года ездить в отпуск оплачиваемый прошу заметить отпуск съездить приехать бабушкам к дедушкам там по объездить всю родню объездить пол россии наших родителей друзей которые здесь моря горы везде все одеться обуться и приехать четыре месяца отдыхали за два года давали отпуск сейчас же не дают а раньше даже четыре месяца и приезжали бати у бати еще как-то деньги оставались вот так нам хватало вас кот ест оленину да и сырую рыбу если вас не удивляет не рыбу а печень от рыбы серёга а у тебя а у меня кот жрет сухой корм женя не твой родной отец нет что стоим отцом он погиб когда мне было три года девяносто шестом году он умер от передоза героином это как раз пришлось на знаменитый героиновый бум стране и он попал под этот бум под эту волну он занимался так сказать вот этим всем то есть он умер в 22 года в 22 года его друзья увидели что то есть они были на квартире отмечали какой-то праздник они увидели что он скончался и закрыли ушли закрыли квартиру нашли его через три дня там это в депутатском да я его не помню если я его не помню практически вообще какие-то смутные воспоминания черты лица возможно есть но они настолько иллюзорны что я не могу сказать что я бы узнал его если бы он зашел сюда но я видел его на фотографии постоянно у нас вы села фотография причем очень странно знаешь у нас фотография у бабушки у моей его матери висела в квартире точно такая же какая и на надгробье и никогда кстати об этом не задумывался почему они одинаковые фотографии ну это странно но бабушка мне часто показывал фотографии и естественно как его мама она скрывала долгое время от меня что с ним произошло но потом мне все рассказали и мама рассказала и ну вот к сожалению так произошло он прожил достаточно яркую жизнь потому что по рассказам бабушки по фотографиям черно-белым которые остались у нас дома я видел что он был достаточно таким ярким товарищем он такой как душа компании какой то там есть много фотографий где он во что-то переодевался что-то на застолье показывал какие-то шутки там не знаю ну вот такой человек а когда же они у вас семьи появился пойти сразу по моему может быть через год там такая история у них интересно понимаешь там они в школе встречались с моей мамой они встречались в школе потом папа ушел в армию и мама вышла замуж за моего родного отца и потом он погиб и женя пришел с армии и они сошлись и поженились и родилась моя сестра судя потому что мы видели ты женю принимаешь как родного батя да я очень люблю уважаю его это человек который ну у нас сейчас стали гораздо ближе отношения с ним чем были когда учился в школе потому что он немного не понимал меня потому что он другой он типа про машины охоту рыбалку я всегда вообще не такой был и то есть часто у нас когда я был в школе нас были даже не как некоторые конфликты когда он говорил да приди ко мне в гараж хотя бы хоть посмотрит как эта машина то внутри там болтики то покрути там винтики а я куда-то пошел там на свои бить танцы там какие-то а я там что-то как всегда хотел что-то такое творческое ему но потом когда я уже начал зарабатывать сам после школы и так далее мы вот так по-мужски с ним начали общаться и сейчас общаемся прекрасно он крутой чувак мы здесь даже снимали кино которое лежит в контакте да про что эти фильмы про разборки все про все что мы про все что мы могли вот из поп-культуры какой-то про разборки про наркотики какие-то хотя их здесь у нас детстве не было какие-то про крутых парней которые решают вопросы это главарь этой шайки он не любит когда ему бабки торчат и любит играть в азартные я был режиссером вдохновителем актером монтажером я все сделал там сам вдохновляла вас бригада нет как ни странно нас вдохновили ребята постарше которые сняли свое кино тоже они здесь же сняли кино только они там в 11 классе учились я это кино к сожалению искал искал найти не могу и они нас вдохновили и они прям ну мы они серьезно подходили к делу условно то есть у них там прям какие-то костюмы даже были а мы вот сняли там ну что кровь нам нужно ну пойдем этот томатного сока купим у нас там у нас лежит человек в крови в кадре и томатный сок мы забыли убрать ну и а он пакет стоит пакет рядом стоит нормально вот то как я понимаю дк металлург да это место знаменательно тем что ты там учился выступать да у меня гораздо больше поразил другая деталь ты пацанам из списке сказал что это первое место где с тобой говорили на равных да а с этим взрослые взрослые да а это с этим дефицит был вообще тотальный здесь нет ты чего здесь взрослые с тобой с тобой нет никак не будут разговаривать какие-то вести с тобой идеологии там тем более терапевтического характера там подсознательного никогда кто такая оксана оксана это мой такой духовный наставник больше чем скорее она вообще она музыкальный преподаватель в этом дк металлург но для меня она больше вот как такой духовный наставник потому что я к ней приходил всегда когда у меня вообще были вообще любые проблемы и сложности а сложности были особенно последний там 10 11 класс когда я учился у меня прям как-то все навалилось тогда и было тяжеловато я прям в себя не верил и вообще уже уже готовился к тому что вот у меня котельная это мой вот я вот на котельную пойду скорее всего работать на вот подкидывать там уголь ты понимаешь подростку который у которого проблемы он и так открыт он когда приходит тебе с проблемой к взрослому человеку он и так перед тобой открыт твоя задача просто ну вот просто сказать условно что все будет хорошо а оксана еще умела это все будет хорошо сказать так что такое да все сто процентов будет хорошо она вообще умеет разговаривать очень хорошо и очень круто что она умудрялась находить это в нас в детях оно все вот все как было так и есть только покрытие вот это сделали да нет но мы же его все сделали только на на время вот спектакля сейчас еще там какого-то числа будет спектакль у нас почему черный пол а это театрал а театралы полностью все пол кулисы там задняя стенка все черное должно быть в театре просвещаемся мы тоже просвещаем я тоже не знаю вот кстати если бы светлана тогда в твою бытность приехала уже вот тогда было круто просто вот она действительно настоящий режиссер именно театральный я думаю ты там еще немножко у нее еще чего-нибудь там набрался бы вот сейчас наступило время хаоса вот сейчас настало ваше время ваше именно вот ваше сейчас именно вот вы лавируете и вы сделаете больше намного чем люди стабильности а стабильность прошла сейчас идет именно время разворота и вот то что ты туда поехал лёша поехал сусти но это было вообще люди люди у нас которые стояли кдн пдн на тёте они короче нет не знали куда деть не знали куда деть свою энергию а энергия у него было просто через край и они потом ее нашли вот здесь применение на этих подмостках в этих стенах но они когда показали свои текста как они галини тексты текста я говорю давайте попробуем давайте попробуем и выведем вас на сцену то есть я стала с ними заниматься но тексты у них там просто начало из них изобилие изобилие этих текстов начиная от мамы заканчивая там личной жизнью заканчивая жизнью страны это они все читали сами писали и читали 14 15 16 вот этот вот подростковый бунт она умудрялась вот так его усмирять усмирять и даже я бы сказал не усмирять а сконцентрировать на нужных вещах вы смотрите выступление сергей мне показывают его выступление так вот где их можно посмотреть в интернете конечно можно да а вот допустим по тв телевидение не выступаю на телевидении это принципиально не не могу сказать что это принципиально это вот как-то так легла карта я пытался одно время попасть на телевидение они меня не взяли меня это немного сейчас объясню почему потому что это участие нынешнее телевидение то есть как бы это все система а ты не вписываешься в системе и тебе легко работать именно с людьми которые не системные ну да тебе с ними просто ты на одной параллели находишься люди которые смотрели твои выступления они очень много было критики особенно вот здесь здесь сто процентов вот ягод а почему знаешь почему потому что штампы потому что устоявшиеся стереотипы что должны быть вот такие сыновья которые там очень должны хорошо только ну знаешь двойные стандарты я бы послушайте у человека есть свой взгляд на жизнь я ну как бы я не спорила конечно со своими подругами потому что там просто у них вплоть до истерических слез вот это вот все было состояние да я не знал что я кого-то мог здесь почему ты его защищаешь я говорю потому что я очень хорошо знаю и чувствую этого человека вот поэтому человек говорит правду например да а правда наш не ты же знаешь что она не всем а ты еще знаешь как здесь люди боятся потерять свое лицо в целом то есть им не важно что здесь происходит но если вот ты куда-то выносишь это на всеобщее обозрение люди здесь очень этого боятся бывало такое что и дискотеки вела кстати да кстати и еще оксана вот она нам разрешала приходить на кстати это сама себя так нет это олег же назвал а это олег назвала она ставила музыку здесь на дискотеках и как черная мамба у него было диджей диджей черная мамба я не знаю не знаю так прозвали им было очень весело а мне тем более я же говорю они же как они смеются от всей души у них нет двойных стандартов они такие какие они есть а как допустим фальш то я сразу и чувствую а здесь просто вот простор радости радуйся вместе с детьми молодей будь такой сильно энергичный ну вот видишь вот в школе же так не разговаривать учителя этот потенциал был виден вообще когда человеку было 14 лет буквально чуть-чуть не оступился чуть не стал рэпером вовремя собрался вовремя тебе это нужно было ты же свои мысли 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 высказывал все то есть как бы раз выплеснул свои эмоции мысли все тебе легче стало снова выплеснул снова легче стали как терапия психотерапия у тебя была потом рэп закончился но вырос ты из этих штанишек пошел дальше все все ребята спасибо спасибо большое сколько стоит у концерта сейчас думаю 200 250 что-то большое ты уже купил квартиру маленькую но это большая покупка для нас в москве да дорого стала да пять с половиной миллионов вы мне будете жить нет нет а это чисто про меня вложили в кирпич да это это тоже идея настина моей жены короче смотри вот я какой человек чтобы ты понимал что у меня с деньгами если ты хочешь об этом узнать я тебе расскажу что у меня с деньгами я думаю что все деньги которые мне платят это сугубо везение и завтра этого не будет и мне нужно их сложить куда-то в кладовку иначе у меня еще завтра придут и скажет сурок мы тут подумали но это же не вообще не работа твой стендап ну-ка давай-ка нахуй обратно это все я думаю что все что у меня есть я не заслужил и это у меня заберут и я вообще куда-то я вот из бригин вот я скажу мне когда первый миллион появился на счету я смотрю господи так что это миллион и больше там то есть миллион и там появилась там какая-то потребность что-то купить и надо было что-то взять с этой расчета я там взял там тысяч 40 и там уже стало там 9 960 я такой да господи ну это уже вообще ни в какие ворота это это что это все это получается это все это у меня нету денег больше у меня нет вот у меня на счету там то есть это было какое-то время назад то есть у меня там на счету там 960 тысяч рублей такой насти ну ничего есть будет вообще абсолютно и сейчас то есть этих денег больше она говорит давай купим эту квартиру я говорю точно мы сейчас купим эту квартиру а у нас ну были деньги на покупку этой квартиры и столько чтобы еще вообще нормально жить, нормально, то есть я говорю, нет, нет, мы ничего не будем покупать, ты что, мы с тобой оголодаем и пойдем по миру, что мы будем делать, а что если завтра вот все, стендап умрет, и все такие, нет, я ничего не буду делать, я говорю, что, и она такая, да все будет хорошо, все будет. У тебя есть какая-то цель материальная, штука, которую ты хотел бы? Ну да, да, вот мы хотим как эти, как настоящие провинциальные люди хотим купить квартиру в Москве, желательно трехкомнатную, там, чтобы там была прачечная, ну, типа, ну, постирочная, да, там, вот такое, чтобы выходить на улицу и там недалеко, там, чтобы центр, чтобы можно пешком было пройти, вот мы, конечно, хотим, мы в какой-то степени такие рабы комфорта, наверное, все-таки нам хочется, но я тебе так скажу, что несколько раз в нашей жизни с Настей было такое, что денег не было вообще, то есть они были, потом пропадали, и мы спокойненько у нее в комнате год у Настиных родителей прожили, и были самые счастливые люди на свете. Да, мы жили в комнате, в Настиной, в детской комнате с дочкой вот год, у Настиных родителей. В Якутске? Да. Как вы познакомились с Настей? О, это же вообще, она с Негурочкой работала, работала с Негурочкой, и она написала, типа, в чате где-то, каким-то моим знакомым, типа, что ищет Деда Мороза, что ищет этого Деда Мороза, который, типа, с ней поездит по квартирам, там, посохом постучит и скажет, с Новым годом, дети, и что-то там расскажет, ну, который по квартирам ездит, знаешь, да? А я никогда не был Дедом Морозом, но я подумал, а чего бы нет, типа, я у друга спросил, у которого есть костюм, я говорю, дашь мне костюм? Он говорит, дам. Я говорю, ну, скиньте ей мой номер, я еще не видел ее. Она мне пишет, типа, привет, Дед Мороз, типа, вот, я такой, ну, все, погнали. Что-то я ей написал, говорю, давай, погнали, я буду твоим Дедом Морозом. Она говорит, у тебя есть опыт или что-то был Дедом Морозом? У тебя есть опыт быть Дедом Морозом? Я говорю, не, я никогда, я первый раз. И что-то, короче, потом по датам у меня не срослось, потому что я тогда вел какие-то мероприятия, тоже новогодние. И мне пришлось, типа, слиться. Но в какой-то момент я веду мероприятие в ночном клубе, и она туда же приезжает с Негурочкой, с другим Дедом Морозом, который она нашла. И вот мы знакомимся с ней, а я очень, не самый такой, наверное, приятный человек в плане общения с девушками, наверное, потому что я иногда не понимаю, как я могу обидеть людей. Я иногда говорю что-то, и мне потом говорят, типа, и я такой, блин, прикольно тогда пообщались, и мне Настя говорит, ты ее обосрал. И я такой, нет. Я помню, что я стою на сцене, а она сидит за барной стойкой, и у нее были очень грустные глаза, и она вот так смотрела на меня грустными глазами с барной стойки. И я подхожу к ней потом, я говорю, что ты там, что ты такая грустная, что у тебя там с глазами, или что ты? И она такая, ну, что-то мы разговорились, и она мне говорит, ты живешь на таком-то адресе? Я говорю, да. Она говорит, я там рядом живу. Поедешь, поедем вместе на такси. И я ей такую тупую шутку от волнения какую-то ляпнул, что-то типа, а что ты боишься? Что ты боишься? Она такая, ну, мало ли, типа, знаешь, она такая, мало ли, может, изнасилует, типа, такого. И я ей такой, не бойся, страшно их не насилует. И она такая, вот знаешь что, вот ты мне нравишься, но вот когда ты рот открываешь, просто ужас. А я это еще воспринял, как будто я какой-то хулиган такой, да, блядь, правда ума, хотя хуйню просто несу. Я такой, да, всем говорю. Ну и в итоге мы начали общаться, переписываться, общались, она меня познакомила с дочкой и потом месяца через два мы уже съехались. У нас были такие отношения еще, знаешь, она вроде взрослая, я взрослый уже, и она с дочкой, но мама ее ко мне домой не отпускала иногда. То есть ночевать, она у меня ночевать долго не осталась, и она приходила ко мне часов до десяти, и потом я ее провожал домой. А потом, когда я говорю, да это уже какой-то бред, что нам еще, может, подъездить целоваться, давай это. А я все это время до нее фактически не жил с женщиной. И за это время я уже так давно хотел, я приходил домой к друзьям, которые живут с девушками, и у них было так хорошо дома, так уютно и чисто, а я вот к этому времени в таких блатхатах, каких только не жил, знаешь, это пацанячие вот это, это просто ужас, когда ты можешь прийти домой. Вот я крылью, однажды я прихожу домой типа в семь утра, а на моей кровати спит мой пьяный кореш в пуховике под одеялом, на постельном белье. Вот он в пуховике почему-то на крюск. Нет, он просто пьяный мудак, блин. Он на постельное белье лег в пуховике, и вот это мне так надоело, я уже так не хотел, я хотел, чтобы было нормально, хотел как дома, как у всех. И вот мы съехались, мы когда съехались, я вообще первые недели две вообще из дома не хотел уходить. Я такой, блин, я сейчас выйду, и это все закончится. Так же, как с деньгами. Потому что очень круто было. Ну и сейчас. У Сереги супероткровенная комедия, то есть он в свою личную жизнь не просто погружает, а прям забрасывает. Как ты реагируешь на это, учитывая, что это и твоя личная жизнь? Мне 27 лет, недавно первый раз попробовал подрочить со смазкой за 27 лет. Да, первый раз, потому что для меня дрочить со смазкой это было что-то из американских фильмов, знаете, типа как арахисовая паста или бейсбол. Вообще, Сережины шутки проходят небольшую редактуру в виде меня перед тем, как все это выкладывается. Ну, нету такого, что мне не нравится эта шутка, это вообще оскорбительно для меня, это не выкладывай. Такого нет. Я говорю, ну, нормально, ну, пойдет, ну, типа, окей. Шутка, это же все утрированная история. То есть, ну, мне понятно, что там правды, ну, вот столько. Сереж, прости. Да. Если я буду рассказывать правду. Да, это будет не смешно. Правду вот столько, а все остальное это большое утрирование. Когда он в интервью рассказывает какие-нибудь вещи, например, про простата, это оказывается бомба внутри мужчины. На это как реагируешь? Про что? Про простату. А, про простату. Я его отвела к специалисту, потому что я работала у такого специалиста. И в целом про простаты, про геморрой. Я все в курсе. В медицинском училась, поэтому абсолютно не одна тема, которая затрагивается в серьезном стендапе, будь то секс, извиняюсь, дрочка, члены, это все как бы ну нет. Фу, господи, об этом я не хочу это слушать. Нет, для меня это нормально. Абсолютно. Как ты отреагировал, когда узнал, что у Насти есть дочь? Вообще никаких проблем. Я вообще не знаю, откуда это во мне было тогда, но я так-то вообще то есть мы познакомились и она говорит, у меня вот есть дочь, я знал об этом. Мне потому, что говорили наши общие знакомые. Она сама сказала. и я как-то так просто это воспринял, что я даже сам себе удивляюсь, почему я даже не задумывался о том, ой, а будет ли мне тяжело какая-то ответственность и так далее. Я просто такой, вау, у меня семья под ключ. У меня теперь семья под ключ. Ну и просто она меня когда еще познакомила с Олесей, я вообще сразу же влюбился в нее. Она так и три годика была. она вообще такая, я говорю ей привет, она говорит, я Олеся, а это мама Настя. И все, и потом мы начали с ней чаще и чаще общаться. А потом она начала меня папой называть. Даже помню, как это произошло. Она называет тебя папой? Да, да. Как это произошло? Она какое-то время называла меня Сережей. Какое-то время. Но мы уже жили вместе, я водил ее в детский сад, забирал ее из детского сада и так далее. И у нас вообще хорошие с ней отношения. То есть сразу, то есть вообще теплая. Она всегда, она еще очень тактильная девочка, она любит обниматься, она любит вот такая, она очень, очень добрая, тоже импативная такая. Значит, я помню, что я забираю из детского сада, и мы гуляем на детской площадке. Она прыгает там по каким-то пенькам, что-то это, и рядом девочка. И девочка очень много раз типа говорит папа, папа, ну своему папе, папа, а я вот так делаю, папа, смотри, папа, я прям вижу, как она стоит, и прям у нее как начинается анализ, она считывает, как в терминаторе, типа подбирает логические связи, я прям смотрю, что она смотрит на эту девочку, потом на него смотрит, что та говорит ей, папа, он реагирует, потом она смотрит на меня, потом что-то это, и вот в этот момент она такая, папа, смотри, я тоже прыгаю, и я такой, ох, ничего себе, я говорю, ну давай, ну. А для тебя это важный момент был? Ну это вообще, это конечно, это приятно очень, но сразу я помню, что такое, когда растекается в груди такое теплое, приятное чувство, ну и потом идешь, такой, ничего себе, это я что ли? Папа. Как-то так, ответственно, прям начал, ответственно, ответственнее быть, минут на 7. Всем привет! Привет, ребята! Вы на канале! Меня зовут Олеся, я во втором классе, мне 8 лет, 23 апреля, день рождения. Вы не хотите детей больше? Да это не то, чтобы не хотим, ну, Настя пока не готова, но я думаю, что у нас будет еще ребенок, но Настя говорит, что она не хочет, потому что Насте нужно, она вчера она родила, ей нужно сейчас реализовываться, а я не хочу препятствовать этому, я не хочу, вот, чтобы она не была вот, такой рабыней домашнего очага, это меньше всего, чего я хочу, я очень хочу, чтобы она наконец-то вдоволь накормила свое эго и кормила его столько, сколько ей надо и не испытывала никаких с этим проблем, чтобы она стала тем, кем захочет. Ты любишь театр? Да, я работала в театре, когда мне было 16 лет, меня позвали в массовке работать, и еще я, Сережа говорил, что я Снегурочка работала, я 16 лет работала Снегурочкой-аниматором и на главных елках в Якутске на Новый год, типа в 12 часов. Здравствуйте! А что платили? 15 минут, полторы тысячи. Она наснегурила, и мы переехали. Да, на самом деле, да, выкопили. Мы вместе работали, я вел, она снегурила, и мы все эти деньги вместе скопили и переехали. Да. На снегурила? На снегурила. Ты сталкивался когда-нибудь, вряд ли, с осуждением, скорее с напряжением со стороны близких или друзей, когда они слышали о том, что у тебя отношения с девушкой, у которой есть ребенок? Близких вообще никогда, потому что, ну, то есть, понятное дело, в моей семье это вообще восприняли с восторгом, потому что, ну, то есть, Женя мой отчим, и я теперь отчим, получается. Мой отчим. Такое слово. Слово, да. Я знаю, я знаю, да, какой-то телевизор пропил и пришел к тебе. Отчим у меня телевизор пропил. Дома у меня вообще никаких никогда проблем, у меня мама очень любит детей, она очень любит вообще, там, что-то быть нянькой, вот она очень любит. папа тоже мой, и... А вот среди друзей вначале были какие-то, типа, ты что, куда ты, вообще, куда ты собрался, куда ты лезешь вообще? Ну, какой ты? Какой ты дурак, там, ребенок, блин, а ты вот вчера, блядь, рядом с чуваком в пуховике спал, блядь, на кровати и с ним делил. Я говорю, так поэтому, поэтому я готов, потому что я больше не хочу спать с вами, когда вы рядом спите со мной в пуховике. Ну, и среди друзей, ну, типа, кто-то там покудахтал и все, а потом, когда я начал уже жить вместе с Настей, все такие, ну, Серега и Серега. Бывает в интернете, бывало, в интернете пишут, там, есть какой-то определенный, определенный когорт людей, абсолютно лишенных какой-либо вообще логики, они называют, типа, РСП, разведенка с прицепом. И это, они, это прям такой движение в интернете, где эти дебилы говорят, что насколько это плохие люди, плохие женщины, и не надо с ними общаться, и никогда, типа, они, они, типа, как паразиты вашей жизни, потому что они разрушили уже одну семью, и они будут разрушать вас. Ну, это какие-то абсолютно, это какие-то мужики абсолютно ущемленные, которые вообще не разбираются ни в отношениях, ни в женщинах, ни в том, как устроена семья. вероятно, из плохих семей, которых обижали родители, абсолютно не способны никакой не эмпатии, ничему. И вот они прям просто, знаешь, они там в ТикТоке могут целый блок вести этому посвящен. И у меня бывало такое, что прилетали вот такие комментарии в интернете, типа, чувак, беги. Ты сейчас серьезно говоришь? Я серьезно говорю, ты что? Есть люди, которых настолько парит чужая личная жизнь, что они творят, делают контент про это? Я тебе покажу комментарии. Вот такие полотна, где мне пишут, что мне нужно делать в своей семье. Разведенка с прицепом. Мужчины создают группы, где пишут, что с такой женщиной жить нельзя, потому что она не смогла сохранить свою предыдущую семью. И она ищет исключительно мужчину для того, чтобы кто-то ее обеспечивал. Как только она тебя максимум возьмет, она тебя пожрет и выплюнет, как самка богомола. Ты можешь рассказать, почему у тебя не сложились предыдущие отношения? Замуж я вышла рано, исключительно потому, что я хотела побыстрее сбежать из родительского дома. Но выбрала совершенно не того человека. Он выбрал разгульный образ жизни и алкоголь. Не захотел просто быть в семье. Ему нравилось быть свободным. Ну и все. И мне пришлось вернуться к маме. Жить с мамой опять. У Сереги и твоей дочки быстро отношения устанавливались? Вообще да. Очень быстро. Она как-то так прикипела к нему. Мы обменивались дорожными впечатлениями о путешествиях по Якутии. Выяснили, что и ты, и мы бывали в легендарном кафе Куба. 200 с лишним километров туда, 200 километров туда, нет ни одной возможности оказаться в тепле и поесть. А здесь такая возможность есть. В Кубе, получается, я ехал с Уснера до Якутска. Это я там в Уснере мне позвонили. Это первый раз, наверное, в моей карьере, когда мне позвонил чувак и говорит, у нас тут в Уснере будет корпоратив золотодобывающей компании. Выступишь ты там со стендапом. И я говорю, я, по-моему, даже еще не успел сказать выступлю, он мне назвал сумму, по-моему, там 80 тысяч, что для меня тогда это, ну, ты жил в Якутске еще? Да, то есть, понимаешь, я после этого выступления еще 4 года не выступал там за такие деньги. Ага, так. Я, ну, то есть я приехал туда, выступил, и вот обратно ехал на машине с вахтовиками, потому что обратного рейса не было, только на машине. И ехал полная машина вахтовиков, и они вот до этой Кубы, пока мы ехали, до этого кафе, они сидели молча, вообще молча, вообще сильно в себе. То есть мне даже было, даже было немного странновато, то, что они прям сели, и ни телефоны, ни книги, они просто смотрели перед собой, не в окно даже. То есть ты едешь в машине, поворачиваешься, смотришь на своих соседей, они все вот так едут и смотрят перед собой. И потом мы заехали в эту Кубу, и там они взяли себе поесть. Вот мужчина был со своей супругой, и они сели, и я сел с ними за стол, потому что там небольшой выбор, нельзя уединиться в Кубе условно. И я сел напротив них, они достали вот эти стаканчики, он налил полные стаканчики водки, полные, пластиковые, достал газировку, вот эту, такую дешевую, типа дешевый аналог Кока-Колы, и уже жены своей ласково так спрашивает, подкрасить тебе? И она говорит, то давай подкрась. И он ей сверху этой водки наливает, ну буквально на глоточек, так, чтобы окрасилась водка, и они выпивают полный, он выпивает полный стакан, она выпивает половину этого стакана, и тут он, суп горячий, прям как будто кипящий суп, который в этой Кубе только что подогрели, он закусывает этим супом, и на самом деле это выглядело очень вкусно, со стороны очень вкусно и романтично на самом деле, потому что они выпили еще по стакану, после этого стакана, сели в машину и, по-моему, проспали часов 15. Хочете, расскажу историю, если есть время? Короче, однажды, а, ну да, мы же в депутатском, здесь нет времени. А вторая история, то, что я тебе рассказывал, то я ехал с города Мирный, я там тоже выступал, но уже вообще не за эти деньги далеко. Мы ехали тоже на машине и ехали вообще очень долго, больше что-то 15 часов мы ехали до Якутска, и вот когда ты едешь к Якутску, по дороге появляются такие кафе, они называются не кофейные, а чайные, они называются чайные. Там останавливались мы раза три поесть за это все время, в разных. И вот, когда последний раз мы останавливались, когда уже было поздно сильно, ночью, когда мы остановились, мы заходим в эту чайную, где-то такой тусклый свет. Женщина, которая накладывает еду там, стоит за прилавком, и получаются столы. За одним столом сидят мужики, тоже пьют водку, какие-то вахтовики или камазисты. А рядом с ними за столом лежит, ну, то есть не лежит, а полулежа, вот как-то он так на стуле, без ног, мужик. Ампутированный. Ампутированные ноги, и он лежит и пьяный орет просто, ааа, вот так, ааа, помогите, ааа, ну, и что-то у него вперемешку, бред какой-то пьяный. Ты заходишь, берешь какую-то гречку, я помню, что-то гречка, рыбная котлета, вообще, сомнительного качества, абсолютно невкусная. Я сижу, ем вот эту гречку со своими водителями, которые ехали со мной, вот мы молча едим эту гречку, как это, а, как это муставе, вообще, вот это, знаешь, и на фоне вот этот крик. А эти сидят, что-то между собой разговаривают, этот крик, и это, типа, три часа ночи. Ну, атмосфера сама, понимаешь, что тяжело вообще, в такой атмосфере хочется в душ. В душ? В душ хочется, ну, типа, вот ментальный какой-то душ, потому что, ну, невозможно сесть потом в машину и ближайшие часа два не думать об этом голосе, об этом человеке. Я спросил у мужиков, которые пили водку. Я говорю, что такое вообще? Что происходит? Ну, потому что он кричит, как будто ему больно. И вот они рассказали, типа, он нас тоже задолбал, мы его подобрали в какой-то деревне, ну, решили помочь. Он сел в машину, достал сразу водку, по пути пил водку, нажрался, мы вот его сюда привезли, мы не знаем, куда его деть, он нам не говорит, куда его везти. Я не знаю вообще, как это закончилось. Я вот просто не представляю, что дальше делали эти мужики. Ну, типа, я сел, уехал дальше в Якутск. А что вот они? Ну, вот они сидели, возможно, ждали, пока он протрезвеет, скажет им, винят на какой-то адрес. А еще непонятно, зачем они его взяли, потому что вот они его привезут куда-то, а там, скорее всего, или вдруг будет такое, что... он ему не нужен. Никому не нужен. Да, и вот эта ситуация вообще, ну, непонятно, что с этим делать. Я здесь тоже таким сталкивался, когда мы пытались довести чувака, который лежит, когда мы школьниками еще были. Чувак лежит пьяный на улице, просто на улице лежит пьяный. И мы там, ну, жалко, зима, он пьяный лежит. Мы вот с пацанами там, а где живешь? Он там-то, там-то. Ты приводишь, открываешь, ну, открывают двери, его тащишь, они говорят, нах он нам не нужен, чего вы сюда его привезли? Мы говорим, а мы его куда денем? Нам вообще плевать, куда его денете. Слушай, тебя такая хтонь, она же тебя скорее вдохновляет, чем в грусти. Да, да-да-да, да, сто процентов. Ну, просто, если бы я не научился ей вдохновляться, я бы вообще помер, мне кажется, или что-то со мной бы налег бы на какие-нибудь там алкоголи или что-то еще. Я просто научился ей вдохновляться в моменте. То есть я начал, в какой-то момент я понял, что это красиво тоже может быть. Потому что я вот это, сколько вот помню, вот мы сидим, ужин, бабушка с дедом, они под ужин любили часто выпить. И вот этот концерт, я смотрю, вот они любили этот концерт включить на Первом канале, знаешь, где Баска, все вот этот концерт, они прям, включить громко. И я вот все временно смотрел на этих людей и такой, да нету этих людей, да нету. Я их не вижу, я их не видел, этих людей, их не существует. Какие-то голограммы показывают, какую-то непонятную, потому что, ну, я всегда, ну, подсознательно, я хотел бы тоже вот это все в каком-то, знаешь, таком глянце себе, чтобы у меня вся жизнь была в каком-то таком глянце, чтобы у меня вся жизнь была Макдональдс и Кока-Кола условно. Ну, а потом, когда я все поехал, все посмотрел, я понял, что, да нет, на самом деле, не вытащишь из меня уже то, что в меня тогда посадили, и я понял, что вот это, как ты говоришь, хтонь, но она тоже может быть привлекательной. Просто надо правильно ее подать, видишь? У нас же как еще ее любят подавать? Вот так, типа, ну, на, плачь, что ты, что ты не плачешь-то? Вот, я тебе показал, как я снял красиво, а? А можно же по-другому ее? А что происходит? Серега Лынков бродил вот по этому запрошенному заводу, нашел вот такие вот шарики, я так понимаю, это подшипники. Да. И сказал, из этого можно сделать самую модную игру парка Горького питанг. Кто первый шар бросает, Серега? Ну, давай, ты их бросай. Правила нам объяснили. Для тех, кто не понимает, нужно бросать так, чтобы шар был как можно ближе следующий. Так, я теперь. Ну, это вообще близко. Ну, блин, давай. А, сейчас Юрес, да, кидает? Нет, Да ну, шо ж, сейчас кто кидает? Ты, ты, ты. Ну, тоже. Кидаешь до тех пор, пока у тебя шарик не станет ближе, чем на кирсах. Выбивай мой просто. Блин, я тебе помог, получается, Юр. Тихонечко. Давай, давай, мягенько, чтобы так вот. От, от, от. Блин. А, по сути, он последним выстрелом может сейчас выиграть, да? Да, да, да. Но, смотри, моя тактика. Смотри, смотри. Подшипник и бросок. Блин. Об гильзу споткнулся. А, это гильза? Да. А, он не выбил ее. Блин, я думал, он вылетит сильнее. Это твой, это мой, и это мой, а вот тот твой. Вот так и очерчивается. А как дальше? Короче, одно очко. Одно очко, Сереге. Он выиграл? Да, он выиграл. Потому что вы ближе? Да. А ты говорил, что здесь делать нечего? А я не знал про питанг. Теперь можно эту мудрость пойти и молодежи передать вместе с подшипниками. Я думаю, сегодня соберем эти подшипники и скажем, представляешь, если ты выйдешь сейчас на площадь там, где и скажешь, ребята, меня зовут Юра, я привез вам модную игру из Москвы и покажем эти питанг и эти подшипники. Они скажут, Юра, ежик домой, играй в питанг, мы здесь разберемся. Что думаешь о политике? Интересна ли она тебе? Политика стала мне интересна, когда она стала меня касаться, как и многих людей. Как она стала тебя касаться? Как только мне стало страшно, она начала меня касаться. Когда тебе стало страшно? Как только началось вот это, когда начало не только пахнуть жареным, а уже стало так на языке немного вкул, запах этого. Когда начали садить людей за репосты, когда начали докапываться к словам, к публичным заявлениям, когда все все понимают, почему человек сидит в тюрьме. Тогда и стало страшно, я понимаю, чем я отличаюсь, допустим. То есть я веду какую-то деятельность. Я понимаю, что сейчас меня не трогают, потому что я неинтересен просто. Я не имею такого влияния, допустим, как ты. Но если я, допустим, на твою аудиторию буду там что-то говорить, какие-то шутки, которые у меня уже были, возможно, я не думаю, что я в безопасности. Я артист типа разговорного жанра, получается. Я говорю какие-то вещи, которые... Плюс еще я недостаточно профессиональный человек, чтобы выстраивать какие-то стратегии. Я чаще всего отталкиваюсь только от того, что чувствую. Я иногда могу сказать что-то, что я действительно чувствую, и вообще не думать о том, что я там что-то кого-то, про кого-то сказал. И только когда мне предъявят, я такой, а, блин, вот что я там наговорил. И поэтому страшно стало, конечно. Я вообще не понимаю ни эту... ни вот этот контроль интернета, ничего вот... Все, что они делают, это, конечно, это мало похоже на действия профессионалов, это больше похоже на какую-то, знаешь, такую, типа, самодеятельность, какую-то типа... Забретить. Я же сам работал в региональной администрации. Я знаю, как там все устроено. Это просто... Это... Эти фестивали, блядь, патриотического рэпа и православный брэк-данс, блядь. Это же вообще, ну... Ну, знаешь, ну, я... Вот слышал же, да? Я вот много раз думал об этом, что говорят же, что у Путина все схвачено. Вот знаешь, такая история, что у Путина все схвачено. Все, знаешь, они сядут, вот эти мужики, типа, да все, блядь, там, все. Там все, вот так. А я когда... Вот когда ты видишь, как работает региональная администрация, такой, может, у Путина и схвачено человека на три вперед, но вот этот бред, вот эти странные вещи, которые они делают только ради того, чтобы отчитаться куда-то наверх, я больше, чем уверен, что в Кремле люди, которые как-то контролируют региональные какие-то власти, вот им приходят вот эти отчеты, и они такие... Блядь, ну, пожалуйста, наймите им каких-нибудь людей, которые им скажут, что говорить, а что нет. Потому что я вот прилетел с Якутска, мы с тобой когда летели, там избрали нового мэра и выложили видео, где он говорит вот эту цитату из ВКонтакте, как Джейсон Стэттем, условно, типа, пацаны, самое главное в жизни это держаться друг друга, а если... Я тебе скину это видео, типа, а если там люди, которые не с нами, они отсекаются, и если отсекаются, значит, не наши люди, а наши вместе, вперед, Россия. Соответственно, пацаны, нужно двигаться, двигаться правильно и подниматься все вместе. В одной руке держи себя, в другой держи своих братьев. Он за рулем вот так едет в очках и говорит вот эту житейскую мудрость. И вот это схвачено у Путина? Да нет. Что ты делал в администрации? Я работал с... Городской или областной? Городской. Ну, типа, отделал средств связям с общественностью. В мэрии? Да. Мы там ездили на мероприятия, что-то там с умным видом. Типа, мы вот тут интернет. По факту мы бездельниками были. Вот кем мы были. Нам платили деньги за то, что мы сидели и писали комментарии. Как фабрика бота? Да. Так, расскажи, как это работает. Да никак, это... На мне там что-то лет 19. Так. Есть вот такая тема... Короче, есть типа тема, вот тут типа что-то какие-то... Я говорю, какие комментарии? Есть вот... Написать надо там комментарии. То есть нам не высылали текста, ничего. Нам просто говорили, напишите типа все круто. И вы такие, все круто. Где? Вышла новость, например, что там мэр поехал... Не знаю. Да. Открыл новый детский сад. Да. И надо написать, вот такой мужик. Да. У мэра все схвачено. Да. Я прошел сейчас мое резюме, вот видеорезюме... Вообще, заходи за зарплатой. Отлично. Ну, по стечению обстоятельств, опять же, почему не все схвачено? Нас набрали там человек там шесть. Это настолько долго не продолгалось, потому что нас набрали абсолютных... То есть по факту мы чуть ли не политологи, понял? Должны были быть, чтобы выстраивать стратегии там или что-то понятно писать. А нас набрали шесть лодырей, которые вообще не разбираются в политике, никогда и не интересовались. И вообще есть депутатка, там политики не существует, там все... Чего? Ты же помнишь, как нам сказали, здесь нет никаких митингов, здесь все согласны. Нас шесть... Нас, типа, мы купили пуфики в это... И просто спали там. И, типа, ничего не делали. И нас просто повагоняли оттуда. Ну, потому что, типа, что вы там не написали? Мы такие, да что там, как бы, блядь, это самое... Такие все пошли в пизду отсюда. И нас... Ты понимал, что ты делаешь что-то не то? Я понял это только, когда в Москве стал жить. А как это произошло? Ну, потому что в Москве я онлайн столкнулся, типа, со всем, что происходит. Вот с какой-то манипуляцией. А мне тогда казалось, что это настолько вот эти новости... Ну, у моего окружения эти новости вообще не колышат. И они, значит, никого не колышат. Это какая-то просто ерунда, за которую почему-то нам решили заплатить. То есть мне казалось, что по факту мне платят как за массовку, знаешь, то есть приди на... В кино вот посиди. Вот мне казалось, что это вот какая-то такая история. Я этого не понимал. Или вот даже мэром каким-то в Якутске там начали интересоваться, вот когда, вот буквально недавно, всем как будто всегда было... Кто там мэр? Я не знаю, кто там мэр. Чего там происходит? Я не знаю. Это... Вот понимаешь, просто в депутатском тоже, там же тоже есть мэр. Да, кстати. И там у нас в депутатском у всех впечатление, что это, ну, что у мэра такая же работа, как и у продавца в магазине. Что он тоже приходит, что-то делает, какие-то бумаги, возможно. Кому-то звонит туда и говорит, у нас все хорошо. В магазине картошка все так же 400 рублей. Ему говорят, отлично. Он кладет трубку и все... Его видят на улице, понимаешь, ну, в депутатском мэр на улице ходит среди всех. Его видно. Это не тот мэр. И показателем того, что люди не понимают, что от него действительно много зависит, что там происходит, то, что вот он ходит и все ему говорят, здорово, Николаевич, здорово. Чего ты? Ты его, ты со мной, ты все, туда-сюда. А ты что? Ты его, ты ту же, все. Давай. И типа, ну, никто к нему никогда на улице не пойдет и скажет, Николаевич, блядь, это что такое? Это надо убирать уже, блядь. Это что такое-то, блядь? Нет, никогда ему так не скажут. Это же кто-то должен, наверное, с Москвой приехать, решить. Москвичи, блядь, когда приедете, решите. Ну, и вот поэтому, когда я 17 лет прожил вот в этом и без абсолютного понимания, что это вообще такое, это политика и региональное управление муниципальное, я вот приехал, когда мне сказали, напиши комментарий, и мы тебе дадим денег, я такой, вы что, блядь, это не получается. У меня было ощущение, что, типа, блядь, я сейчас, походу, кого-то наебу жестко. Сейчас я, походу, денег заработаю на лохах, на каких-то. А потом уже, когда в Москве, я такой, ааа, я кремлевом, там был, ааа, хорошо, что я ленивый, понимаешь, так бы, возможно, больше грехов на душу взял. Важная тема твои отношения с мамой. Я решил не говорить с ней об этом, когда был в депутатском, потому что я понимал, что ее это сильно расстроит, а мне не хотелось этого делать. Ты часто шутишь и рассказываешь в своих стендапах про проблемы мамы с алкоголизмом. Ты продолжаешь это делать? Нет, сейчас нет. Когда ты перестал это делать? Я, может, сказал об этом раз или два, и потом перестал, потому что, во-первых, это ее сильно задело, хотя это и поимело тоже терапевтический эффект хороший, как я считаю, потому что, ну, очень долго мы об этом пытались с ней разговаривать, и пытались как-то, но это очень тяжело, то есть нормальный диалог не получался. И когда я это выложил в интернет, она это, естественно, посмотрела, и вот у меня был день рождения, я помню, она мне позвонила, и мы с ней первый раз очень долго разговаривали, где-то час, я помню, а мы как раз были, мы были где-то в Ашане, я что-то покупал, какие-то продукты на день рождения, и она мне позвонила, я стоял с тележкой, что-то с чеком каким-то, она мне позвонила, и я вот так отъехал, и разговаривал с ней, и вот мы говорили очень долго, и я заплакал так странно со стороны кстати только сейчас подумал что с чеком стою и с тележкой разговариваю по телефону и плачу о господи ты видел это ндс но она поняла это она сказала что я она сказала очень много слов таких что она 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 сказала что она увидела очень много у меня в глазах что ну что есть стало страшно в первый раз в жизни из-за этого что она очень много времени потеряла а это примерно то что я хотел ей сказать но мне не получалось по-другому блин то есть напрямую нет а а тогда да это же один из видов психотерапии когда когда тебе говорят другие источники под другой формой но я не скажу что что после этого проблемы закончились но и стало гораздо лучше то есть надо всегда понимать что когда идет речь об алкоголиках люди людям часто ставят пример людей которые бросили пить и больше не пьют уже на протяжении там 15-20 лет и и говорят вот они же смогли чему вы не можете надо понимать что у алкоголиков как и алкоголизм как у любой другой болезни есть вот эти вот стадии срыва они есть у всех есть даже у тех которые просто люди которые снимаются в интернете или на телевидении говорят что я поборол алкоголизм и 10-15 лет уже не пью у них тоже есть просто они более четко это контролирует вы пытались как-то решать эту проблему да да мы были в нескольких клиниках к сожалению в россии алкоголизм не лечится типа каким-то вот нельзя нету какой-то терапии который лечит алкоголизм то есть все очень сильно зависит от человека это все очень сильно индивидуально но в якутске мы были в клиниках и это знаешь какая странная клиника была но мы тогда и не знали других и это была клиника который во первых сначала это был просто алкодиспансер где их очищают где лежат вот алкоголики наркоманы и их очищают организм то есть ставит китокапинец и так далее это тоже одно из плохих воспоминаний потому что я видел как она выглядит это ужасно это ужасная клиника но потом был был как такой дом за городом который только для женщин и там их лечили трудотерапии это знаешь что такое это это странная история я я думаю что знаешь вот люди говорят которые типа уходят монастырь знаешь когда типа люди к из алкоголя уходят монастырь и там живут и не пьют потому что это ну вот какая-то догма которая в тебя может сесть допустим религиозная для такого человека на очень важна потому что это вот такая замена такая замена то есть какой-то вот у него нету своей веры в себя но появляется вера в что-то незыблемое и по бога вот это вот одна часть людей которые вот так вылечиться а есть вот люди которые действительно то есть имеют сильное желание протянуть руку но проблема алкоголизма в том что чаще всего они руку протягивать не хотят они говорят помоги мне и ты такой я готов и на этом все заканчивается то есть я не говорю сейчас про свою то вообще в целом они не хотят протягивать руку зачастую и в этом большая только в этом большая проблема что по сути своей что такое алкоголизм это инфантильное какое-то расстройство личности когда человек не хочет принимать решение и брать ответственность за свою жизнь по сути все алкоголики это пятилетние дети внутри они не хотят решать ничего вот в этом и в алкоголе то ну вот это вот побег от вот этой реальности где тебе не надо ничего решать и знаешь как знаешь как кстати интересно что как только алкоголиков сильно или вообще других наркозависимых людей тоже в целом типа сильно приводит в тонус хотя бы ненадолго когда ты начинаешь абсолютно наплевательски относиться к их жизни тут надо конечно не переборщить я это понимаю но когда ты говоришь все давай сам все теперь сам я не типа как это сам почему ты больше не приедешь что ли не заберешь меня не отвезешь куда я тебя прошу нет ну все это приводит их в тонус они такие так 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 будем двигаться тогда у кого-то кто будет смотреть окрестность депутатского и слушать твою историю о том как там живут люди возникнет вопрос зачем там живут люди очень хороший вопрос возникнет потому что правильный если бы я знал я бы точно тебе сказал зачем я не понимаю зачем это рудимент просто там есть какой-то производства нет все закрыли но ты видел ты слышал с каким воодушевлением нам рассказывали что вот 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 сейчас бабки сюда вбухают вот-вот и тут такое производство будет тут олово опять начнут добывать вот уже все уже москвичи уже вот вот они здесь сейчас стоят за углом они вот деньгами вот так сюда они вот так приехали в олово вбухивать вот-вот и будет а это уже вот-вот всю мою жизнь вот-вот вот-вот сейчас москвичи привет этот москвичи приедут сейчас они тут вообще бабки будут зарабатывать вообще тут у всех будет круто мне же дед еще вахтовик какое-то время работал на вахте вот он уезжал как он зацепил последние вот эти промышленные добычи этих там олова или чего там они добывали до олова по-моему и он там работал электриком вот и все и потом когда я еще в школе учился наверно в классе девятом все прикрыли и все с этого момента ничего ничего не открывалось больше москвичи еще пока не доехали и когда вы уже доедете москвичи ждем на у депутатском бабками я вот сколько раз говорил с молодыми даже ребятами которые там живут но вот они там живут через два года в отпуск ну вот в отпуске поедем в отпуск на материк мы поедем в отпуск на материк там денег скопили там кайфанем а потом обратно вот депутатский я тут всех знаю ты же помнишь вот тоже по моему батя мой сказал мне какие-то вопросы там там какие-то мфц там паспорта что-то там интернет куда-то я раз-раз два звонка все все решил а там я кому будут звонить специальные службы папа ты можешь звонить службы профессионалом как-то там тоже этим занимаются нет вопросов почему вы здесь задержались никаких то есть мы обещали предельно предельно понятный за засосала а сейчас все сереги у сереги есть выступление глубоко не патриотично но при этом логически невозможно подкопаться он объясняет по поводу того для чего здесь живут люди сейчас когда промышленности практически нет это вы сами сказали на две с половиной тысячи человек 43 магазина это это край частных предпринимателей потому что просто больше негде работа и сергей при этом много раз вас ему предлагала уехать или не предлагал на я постоянно говорю уезжайте но не все сереж хорошо куда у него это вот второй 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 вопрос а куда мы поедем нам по серьезно вот куда мы поедем хорошо хорошо подожди я тоже как бы со своей стороны я выезжаю вот это вот даже подожди подожди вот это 47 лет сереге 36 мне 35 в этом году это длится уже пять лет вы нас старше на чуть-чуть пять лет назад это было мне 43 еще раньше это было мне 40 допустим мы уехали жилье как бы а жить на съемной квартире в наши годы как бы и заработать на квартиру там я заработаю здесь быстрее на квартиру чем я заработаю там вот такой вопрос я могу сказать мы даже вот в отпуск едем жилина но приезжаем детям дочки приезжаем к сыну они молоды конечно много там потом вот проходит месяц полтора женю жить мам поехали домой и уже где наш дом там где родились наши дети выросли мы сюда едем здесь они просто избегают нам тяжело уже нам как-то доктор сказал да сколько лет назад мы есть друзья живут в москве 5 утра встаем там чтобы всем на метро едем бабах там короче вечером все в девять пришли упали ну воскресенье мы выехали воскресенье мы выехали я говорю что это живешь в москве я говорю что это пошел блин братан прикрой меня на три дня блин я поеду там оленей постреляю блин или там чудо понимаешь я живу а ты блин в этой москве там существуешь вот это еще странная история типа жить на съемной квартире мы будем жить на съемной квартире мы в таком почтенном возрасте будем жить совсем на квартире но нет давайте жить в своей но в депутатском потрясающий двухкомнатных апартаментах с видом на другую панельную пятиэтажку и турники турники хорошие турники потрясающие железные желтые серёга серёга орлов ты что ли а это вы с телевидения с московского приехали вот шипа самое то человек который тестирует еду во всех ресторанах россии сейчас тестирует общепит депутатского в депутатском есть одно место где можно заказать суши и пиццу и мы это на пикник заказали пицца на секундочку стоит полторы тысячи рублей полтора суши дешевле сергей прошу вас не везде во всяких масс-маркетах московских вот так достойно они выглядят ну это вкусно это не может быть невкусно достойно это правда вкусно но сказать что это какие-то другие или сказать что они какие-то не такие не сказать это также вкусно как и москве в каких-либо других местах вот видишь а что это значит а это значит юра что когда я уехал депутатский раз твел при мне такого не было может быть проблема была в тебе абсолютно нет при мне был общепит только один кафе аурика там праздновали в поминки но упраздновали господи свадьбы нет поэтому свадьбы в этом свадьбы свадьбы в дыка отмечали все же что и поминки постоянно что-то блин вообще подожди а ты был в аурики при других обстоятельствах да при каких день рождения юбилея сереж постоянно блин а чего же вы меня тогда не звали на день рождения юбилей звали меня только маленький да я маленький ходил только на повинке серёг объясни как так происходит когда мы на шашлыки собирались я спрашивал твоих родителей надо брать с собой средства от комаров они говорили комаров не да а вот сейчас ты просто окружен ими а я вот в таком вот наряде сейчас потому что меня уже пару раз укусили я чувствую меня вторая рука сейчас вырасти третья нога все-таки есть комары да нет комаров а вот это что-то не комары вот здесь это не комары это легкая легкая неприятность это не комары комары были бы тогда когда вот бы ты меня сейчас снимал и у меня вот так вот была бы туча вот тогда есть комары вот это вообще не комары как на иконе как на иконе только с комарами и которые искажают реальность почему они сказали что комаров нет потому что для местных жителей вот это не комары. А у меня вот когда в школе, когда я был, меня бросила девочка, и я летом, значит, в депутатском, каникулы, и она меня бросила, я страдал, мне было больно, и я такой решил, что дома я не могу, мне надо пойти прогуляться, продышаться, подумать о жизни. Я выходил на улицу, садился где-нибудь, вот просто посмотреть на супки красивые, подумать о жизни, но у комаров было столько, что я такой, пошла ты нахуй вообще. Ты не стой с этого. Вообще абсолютно, никаких раздумий, я вернусь домой срочно. Слушайте, а вы задумывались, куда делась геометрия? Они пришли, пофоткали нас пьяными в клубе и съебались куда-то с этими фотками. А мне кажется, что это ФСБ, что в следующий раз, когда вы будете на митингах про Путина, что-то пиздесят, они такие, эй, кразиды зяблёванный стоишь, ты чё, забыл? Это правда, что сотрудники ФСБ проявляют интерес к комикам? Говорят, да. Ну, не только как зрители. Да, мои коллеги уже несколько раз замечали, что они приходят, что-то записывают, снимают на что-то, причём несколько раз мне разные люди, разные комики говорили, что они приходят и снимают на что-то типа планшета почему-то. Типа прямо так он поднимает его. Комик на сцене. Он же, если видишь, что кто-то снимает, может делать замечание. Да, но я не думаю, что они снимают, типа, знаешь, полный монолог. Они не выдёргивают конкретные шутки. Они снимают, типа, знаешь, для какой-то отчёта видео, типа, то есть они записывают имя, фамилию, возможно. Какое-то короткое видео, как выглядит человек. Может, его фотографируют пару раз. И просто, чтобы имел непредставление. Какой-то человек, вероятно, записывает контекст того, что он говорит. А что рассказывают? В гримёрку приходят потом? Один приходил какой-то ошалевший, рассказывал мне, рассказывали, что вот стендап-клуб номер один. Пришёл какой-то вообще чувак, начал махать ксивой и говорить, что про Путина все шутки убрать, про Кабаева все шутки убрать, вы, это вообще-то позволял себе много. Но меня не было тогда, мне это рассказывали. Ну, и типа, и всё такие, ого, чего, но потом все сделали вывод, что это просто какой-то человек с воспалённым чувством ответственности, который выслужиться хочет. Может, там придёт на работу и скажет, да я вчера им пришёл, я послушал эту гадость, как сказал им, нахуй, дядя, как сказал, пожалуйста, Путину тоже, вы там скажите, что я входил. Все такое представление у людей, что типа, Петров-то вчера на сендапе был, защищал вас, типа, блядь, Петров, молодец, на тебе дубину. Что думаешь, к чему это всё может привести? Ну, как к чему? Потому что сейчас происходит тотальный контроль пытаются делать, контроль запугивания, что типа, ну, так не говорите. То есть они же показательную порку обязательно сделают, если ещё не сделали, ну, хотя такой сильного прецедента не было, но показательная порка будет. Я думаю, да. Это же в их стиле. Ты будешь держать в голове, что ты тоже можешь под неё попасть? Да, я же говорю, мне страшно. Мне страшно. Это вообще чувство, которое я испытываю 90% своей жизни. Всех боюсь. Вот теперь я боюсь государства. В школе я боялся там учителей, потом боялся там армию что-то идти, потом я туда боялся. Сейчас вот я боюсь государства. Вот это мне ещё не хватало. Ещё и вот это бояться. Я и так всего боюсь от рака умереть. А тут ещё вот это бояться приходится. Прикинь, прям страшно. Я иногда, знаешь, там, я иногда что-нибудь напишу и такой, блин, прикольно, расскажу, это заходит. И я потом это сниму на видео, и я буду вот 90% вот контроля этого материала, я вот буду не понимать. Потом я его раз выгружаю в YouTube, а там что-то касаемо, возможно, чуть-чуть политики, и будет мне тяжело уснуть, я такой, блин. Так, а если сейчас придут, получается, это я смогу, может быть, если я смогу убежать в Киев, да? Там, Настя, попробую её перетащить, попробуем там жить. Всё, я уже уехал в своей голове, скрываюсь я. Это как отношение к российским полицейским. Нет чувства защищённости, есть чувство нападения. Может ли когда-нибудь что-нибудь поменяться? Да. Думаю, да. Когда? Когда кто-то решит, что всё, с меня хватит. А что, думаешь, после этого поменяется? Я надеюсь, ты понимаешь, ты понимаешь, до чего вот, ну вот давай вот честно, ты понимаешь, до чего мы вот дожили как страна, как люди, которые делают какой-то контент в этой стране? Что мы сейчас с тобой разговариваем об этих вещах, о каких-то иллюзорных, несбыточных, сказочных. Думаешь, может быть, что-то поменяется. Да, Юра. Может быть, в Зазеркале и поменяется. Ты понимаешь, какой бред. Ты понимаешь, что это бред, что мы по факту говорим с тобой о том, что должно меняться, как в других местах. Но мы с тобой об этом говорим, как о какой-то мультфильме, типа, а вдруг что-то произойдёт такой великолеп. Знаешь, как в школе было, типа, блин, найти бы сейчас на дороге миллион долларов нахрен. Вот круто будет. И мы сейчас вот так же об этом говорим, что, типа, ужас. И это уже вообще, ты понимаешь, вот я когда в Екатеринбурге был, я выступал, и я говорю, Россия демократическая страна, и люди смеются. Я вообще не говорю шутку. Я говорю, Россия демократическая страна, и они смеются. Ну-ка, скажи что-нибудь про Путина. Скажи, ты в маске сейчас, скажи про Путина. Ну, скажи, что думаешь про Путина? Как тебя зовут? Ладно, ладно, не бойся, что ты, не бойся, не бойся. У нас свободная страна. У нас вообще свобода слова. А чего вы смеётесь? Блин, прикиньте, до чего мы докатились, блядь. Что я говорю, у нас свободная страна. И такие, бля, Серёга! Ну, лупанул хуйни, конечно. Он сказал, что он не хочет приезжать, но мой поклон класс, он здесь работает, зарабатывает на дом и уезжает. Но он по-другому не хочет. Нет, друзья, а если бы вам, Серёга, поможет с домом в Нижнемогоне? Ну, надо самому заработать, зачем? Я просто всю жизнь никогда не помогал и зарабатывал всегда всю жизнь сам. Пока я не заработаю. Если вдруг вы не знали, что такое полярный день. Сейчас полночь, 4 минуты первого. И вот так вокруг. От дня отличается только тем, что солнце светит. Светло так. А я правильно понимаю, что вот так вот вечеринки такие здесь в полярный день могут на несколько суток затянуться? Ну, вообще же непонятно, сколько времени. Сейчас ну по-моему не ходят. Кого? Ну, еда здесь, всё, вино пока есть. Просто можно засидеться и вообще не понять, сколько времени. Сто процентов. Мы однажды поехали на шашлыке в среду, вернулись в следующий вторник. Помнишь? Лето было? Да, да, было лето, мы вот так засиделись, тоже заболтались на неделю почти. Всё обсудили. Всё. Ты что, не будешь? Да всё обсудили. Как что? Николаевич, Сергеевич, Гаврилович, Богданович, всех обсудили. Дом по Антоху, Димона. Конечно, пока по всем пройдёшься. Пока Людку вспомнишь. Ту ещё шалашайку, конечно. Пока все про неё расскажут, конечно, тоже время надо всем уделить. Пока каждый про неё рассказывает. Пока каждый про неё рассказывает. Не зря себя сделал? Вообще не зря. Я вообще хочу сказать тебе спасибо большое, что, потому что без тебя бы я туда навряд ли поехал, потому что мне было страшно. Больше не страшно. Во-первых. А во-вторых, я очень, почему боялся доехать? Потому что я думал, что он меня не отпустит больше. Ну, я не знаю, это мой ночной кошмар какой-то был. И когда мы туда прилетели, и я утром проснулся, во-первых, я понял, что всё, я его больше не боюсь. Что это, что я отсюда уехал полностью. А во-вторых, спустя много лет наконец-то побыл с семьёй. У нас просто натянутые бывали отношения, и достаточно продолжительные бывали натянутые отношения. У меня не совсем, так сказать, тёплые. Но вот в эту поездку я наконец-то побывал вот с мамой и папой вот так. У тебя есть какая-то профессиональная мечта? Да, конечно. Я бы хотел стать ремесленником настоящим. Знаешь, это так я для себя формулирую. Хочу вот заниматься комедией вот так, чтобы стать ремесленником. То есть сейчас я до сих пор учусь выступать, до сих пор учусь что-то писать, шутки и так далее. А хочется вот обладать ремеслом. Знаешь, я вообще считаю, что это самые профессиональные, такие самые крутые люди. Это вот ремесленники в своём роде. Знаешь, когда условно заходят и говорят, там, в деревню говорят, вот, допустим, у Серёги самые крутые лодки. Лучше в деревне никто эту лодку не сделает. И, типа, ну, типа, ещё Вася и Петя делают лодки, но вот у Серёги вот эти лодки, вот это самые крутые лодки. Я хочу, чтобы у меня вот так же было. То есть я, ну, восхищаюсь, вообще восхищаюсь ремесленниками. Знаешь, людьми-профессионалами. Настолько профессионалами своего дела, которые на каком-то автоматическом уровне делают некоторые вещи. А некоторые вещи, которые они делают вообще для глаза даже. Ну, то есть такой, знаешь, когда люди говорят, блин, как ты это делаешь? Он такой, да что, вот раз, раз, раз. Ну, хирургов, стоматологов. Ты же тоже ремесленниками считаешь? Да, сто процентов. Я вообще восхищаюсь вот этой всей хирургами, врачами. Кто в русской комедии сейчас ремесленник? Кого так можно назвать? Я думаю, если говорить не про комиков, а в целом, я думаю, Бус Мухаммедов ремесленник настоящий. Давай условно, типа, он делал лодки деревянные. И они вообще были лучшие лодки на всем российском телевидении. Но потом появились моторные лодки. И он посмотрел на это и просто к своей деревянной лодке поставил мотор, который еще круче работает, чем на других этих. И это вот прям, ну, это все черты ремесленника. То есть он перестроился, что-то сделал туда и делал. И это вот профессионализм, знаешь, когда ты смотришь сквозь, ты смотришь на проблему или смотришь на какое-то свое желание что-то сделать. Смотришь на нее уже в монтаже, в каких-то списках, людях. И он, вот мне кажется, так и работает. Потому что, ну, это круто. То есть я смотрю все, что он снимает. Это очень качественно. Это круто. А если говорить про комиков, даже не знаю, мне кажется, что многие российские комики еще учатся. Блиц, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Самый смешной человек, говорящий на русском языке? Это же не обязательно комик, правильно? Говорит смешные вещи специально или случайно? Давай специально и случайно. Ну, хорошо, специально комик, который меня сильно смешит, это Расул Чапдаров. Мне очень, я всегда смеюсь, когда он что-то там показывает. Мне всегда смешно. А случайно? Ну, не знаю, их вообще полно. Это какой-нибудь Малышева там, я не знаю, или Соловьев. Соловьев. Это же вообще, это вообще, Соловьев, это передача его, это вообще, это просто хохма. Ну, вот это, знаешь, когда он один сходит с ума там на протяжении трех часов в этом прямом эфире, когда, ты видел, когда у него там что-то какие-то биониклы, когда появился этот клап-хак, когда он один там, бам-бам. А когда он показывал, вообще, я еще, я вообще люблю единоборство, поэтому, когда у них был вот это с Уткиным, и когда он показывал вот это вообще тайные техники хапкидо, блядь, я просто вообще в восторге был, когда он вот это, знаешь, вау, где-то вообще, ты знаешь, это чисто дядя, ну, такой вышел, такой пацан, я еще на технику пну, я крате в школе знал. Да, все, это еще мышная память, она самая лучшая память, я сейчас покажу вообще. Ты сгоришь, блядь. Самое смешное кино на русском языке? ДМБ. Каждый год пересматриваю раза два. На Новый год обычно, часто на 1 января с небольшого похмелья или с большого ДМБ, это вообще первые, это вообще первая часть, это можно в тексте распечатать. И в тексте прочитать. Потрясающе, там что ни слова, то цитата. И мне очень смешно. Первый раз было вообще очень смешно. И вот я каждый раз пересматриваю ДМБ, это лучшая российская комедия. Это первая часть, где муж под лед провалился, с тех пор только усы стоят? Да, 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 да. Заходи ко мне в пособку, щекай, как хочешь, я тебе барбарисок насыплю? Я наизусть его знаю вообще. Щербаков или Сабуров? Наверное, все-таки Сабуров. Щербаков или Долгополов? Долгополов. ЧБД или Вечерний Ургант? Вечерний Ургант, очевидно. Почему очевидно? Ну, потому что это по своей структуре передача гораздо сложнее. Она в себя вмещает очень много и шуток и так далее, и структуры в плане там какие-то конкурсы, песни. И она... Ну, это late night, но... Последняя вещь, за которую тебе стыдно? Ну это, наверное, касаемо моего отношения с Настей все-таки. Потому что я иногда... Ну, некоторые вещи делаю... Говорю ей... И... Абьюз. Это абьюз. Абьюз? Да. Абьюз, сто процентов. Она просто приходит ко мне с какими-то проблемами, а я из-за того, что... Тупоголовый... Вместо того, чтобы помочь ей... Начинаю ей говорить, что мои проблемы хуже почему-то. Как будто и от этого станет легче. Начинаю ее там обвинять в чем-то. Хотя она не виновата. Но... Вот... Из-за этого мне стыдно, да. Ну, я не хотел бы так себя вести. Но иногда вот так себя веду, а потом постфактум понимаю, что... Так нельзя себя вести. Ну, извиняюсь. Сколько тебе было в 1999 году? В 1999? Шесть лет. Сколько тебе будет в 2036? Сейчас какой? 2021? Тридцать... Ой, сорок два. И финальная. В чем сила? В искренности, наверное. В искренности и в балансе. В балансе? Угу. А что это значит? Это вот как раз о чем я тебе говорил. Что, на самом деле, когда ты начинаешь ценить свою обыденность, ты как раз и обретаешь, скорее всего, вот этот баланс между своими желаниями с тем, что ты вывозишь. Ты начинаешь находить комфортную середину, когда ты понимаешь, что твои желания, допустим, гораздо выше твоих возможностей, но это тебе больше не особо-то и парит. Вот это и есть какой-то такой жизненный баланс, такая внутренняя умиротворенность, потому что я от этого страдаю тоже, понимаешь? То есть я такой человек, что я такой, блин, вот это надо, вот это нам надо, и вот это нам надо, и вот это нам надо, и нам все надо, а у нас ничего нету. И мне надо, а я ничего не умею. Ну и вот иногда, когда получается ловить вот эти моменты, даже в депутатском, когда мы с Настей и с мамой, и с папой там сидели на кухне, я такой, ты не надо нам нихуя, нормально же все. Ну, мы же работаем, мы же, ну, мы оба пытаемся сделать себя как личности отдельной лучше. Да и вроде как и с мамой нормально поговорили, и с отцом. Вообще нормально. Конкурс! Что будет призом? Так, смотри. Видел в Иркутске? Я играл на варгане. Да. Варган я купил. В Иркутске? В Иркутске на рынке это бурятский варган. А когда мы были в Якутске, я купил якутский хумус. Это тоже варган, только он называется хумус. И я на нем еще сделал гравировку, чтобы... Оооо! И тут написано от Орлова. Кайф какой! И он круто звучит, но я не буду показывать, потому что мне надо будет его в рот засовывать. Это не очень гигиенично для тех, кто потом попробует на нем играть. Вот этот приз достанется тому, кто ответит на простой вопрос. Много в этом выпуске было посвящено тому, как ты не хочешь возвращаться в депутатский. У тебя очень много с этим связано. Расскажите о месте, в которое вы ни за что не хотели бы возвращаться. Возвращение Сереги, как нам кажется, прошло вполне оптимистично и хорошо. Отлично прошло. А у вас может пройти как угодно. То есть это вполне может быть страшная история. Но лучше все-таки, чтобы она была либо интересной, либо веселой. Место, в которое вы ни за что не хотели бы вернуться вновь. В закрепленном комментарии под этим видео самая интересная история или самая смешная будет удостоена вот этого приза. Серега, спасибо тебе большое и за это путешествие, и за этот разговор. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Юрий будет дуть, дуть, yeah.